Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, после едам и субботы, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и, может быть, даже узнать что-то новое, что-то интересное. Ну а сегодня мы еще и побомбим слегка, как мне кажется. Но для начала я представлю второй ведущего. Как всегда, это Александр Скалов. Саша, привет! Привет, Виталий! Привет, друзья! Надеюсь, меня видно и слышно. Собственно, Виталий, я думаю, продолжит. Да, давайте тогда я продолжу. Скажу всем, что, понятное дело, что вы знаете, что вы сейчас смотрите на канале лаборатории ночных видео. Естественно, вы давно этого ждали, ответы на вопросы, которые называются постскриптум и вместе с нами, естественно, Алексей Водолозов. Алексей, приветствую! Приветствую! Мы сегодня вместе с плюшевым зергом, да. Потому что орать придется много по поводу вопросов. Так что мы сегодня в своем. Я тут посмотрел, кстати, что 4000 комментариев к видео. 4000. Собственно, по поводу того самого видео, на данный момент видео, которое находится сейчас на канале антропогенез.ру, которое называется «В погоне за антителами. Как примить весь мир, не привлекая внимание, санитаров». Видимо, привлекли. Сильно привлекли, да. Как бы набежало примерно 400 тысяч людей, посмотрело это дело, оставило дикое количество комментариев и далеко не все они адекватны, скажем так. Так что сегодня мы, ух, ух, отожжем. Очень мягко ты выразился. Короче говоря, там больше 400 тысяч просмотров уже и 4000 комментариев, и мы даже решили их не чистить. Ну там дичь. Просто не удалять. Так, чисто для иллюстрации. Любой может зайти и посмотреть, что такое, значит, настоящий ад. Вдруг кто-то по какой-то причине не знает, кто такой Алексей Водовозов. Я вам напомню. Врач. Первичная специализация, терапия, вторичная токсикология. Научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов, Ассоциации коммуникаторов в сфере образования науки, призер премии Russian SciTech, Writer of the Year 2019 года. Еще раз приветствуем его Алексея. И ожидаем от него сегодня очень много интересного. Быстренько, короткие объявления. Благодарим всех, кто сейчас подключился к нам на стрим. Если вам нравится то, что вы видите, не забывайте поставить лайк. Если не нравится, не забывайте поставить анти-лайк. Любая активность на самом деле полезна для канала. А еще очень полезно для канала на него подписаться, если вдруг вы смотрите наши видео по какой-то причине. Но не подписывайтесь. Во-первых, напишите, по какой причине, собственно говоря, вы не подписываетесь. А во-вторых, сделайте это. Это, в общем-то, поможет развиваться нашим проектом. Это очень хорошо. А еще поможет развиваться нашим проектом нажатый колокольчик. Тогда вы еще и не пропустите все видео, которые выходят на наши каналах и стримы в том числе. Ну, а если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, есть ссылка в описании, она же появится сейчас в чате. Ну и можно использовать суперчат, чтобы задавать свои вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И помните про то, что у наших проектов и у лабораторных наших видео в Andropkinos.ru имеется свой патреон. Да, а я еще хочу напомнить, что наши гости по старой доброй традиции в конце стрима выбирают двух авторов лучших вопросов. И эти счастливчики получают от нас подарки. Это, как правило, футболки форума «Ученые против мифов». И вот на предыдущем нашем стриме Ольга Вдовина и ее помощница Юля выбрали авторов лучших вопросов. Ими оказались наш, кстати, постоянный зритель Илья Владимирович, который спрашивал, египетский песок и кемеровский песок в качестве абразива отличаются? И Павел Гришаев, который спрашивал, а он даже не спрашивал, он написал стихи. Пусть смотрит немоглик очень сердито на вазу, точеную из диорита. Вот видите, друзья, пишите стихи, и может быть, вы окажетесь тем, кому достанется приз на этот раз. Готовьте в любом случае ваши вопросы. Правда, я думаю, вы не переплюнете уважаемых авторов вопросов из комментариев к видео, но вы можете постараться удивить Алексея. Удивить Алексея, так сказать. Приз за самый удивительный вопрос. Ладно, попробуем зажать. Да. И начнем с вопроса Аллы Киселевой. Вопрос следующий. А почему эпидемию объявляли военные и банки, но не медики? Очень подозрительно. Это вот прям очень интересно было бы узнать, где об этом было сказано. Какой банк об этом заявил, или какие военные. Дело в том, что пандемия это вообще вещь, которая управляется Всемирной Организацией Здравоохранения. Но не в смысле того, что она ее сотворяет, а в том смысле, что это термин, который определяется Всемирной Организацией Здравоохранения. Наверное, тут нужно пробежаться чуть-чуть назад. Какие у нас есть единицы эпидемиологические, которыми мы оперируем? Прежде всего, ну, самая мелкая, это, конечно, вспышка. Получается так. Это несколько случаев, которые между собой связаны причинно-следственно. То есть, один заразил другого, другой третьего, и так далее по цепочке. Если мы говорим о масштабе, то вспышка обычно небольшая. Ну, например, там, какой-нибудь один класс в школе. Или один дом в районе, например. Важно здесь что? Чтобы заболеваемость там внутри она превысила некий многолетний порог наблюдения. То есть, вот есть такое эпидемиологическое наблюдение в течение некоторого количества времени, иногда там десятки лет, по некоторым инфекциям даже есть сотня лет, такое тоже есть. Ведется наблюдение и отслеживается, сколько процентов населения в том или ином районе, регионе, городе заболевает теми или иными инфекциями. И когда вы слышите, например, что сообщают превышен порог, предположим, по ОРВИ, или там превышен порог, еще почему-нибудь, то это вот как раз тот самый эпид порог, те самые проценты, через которые мы перешагиваем. Вот пока мы не перешагнули, у нас есть фоновая или спорадическая заболеваемость. Как только мы перешагнули, у нас получилась вспышка. Дальше идут два договорных термина, то есть те, которые определяются исключительно консенсусом. Мы говорим о том, что эпидемия, то есть что такое эпидемия, это тоже вспышка по сути, то есть это превышение эпид порога, но она более масштабная по своим проявлениям. Например, если мы говорим о городе целиком или о крупном районе в городе или о стране, например, да, вот это будет эпидемия. А вот дальше начинаются интересности, потому что пандемия это просто признание Всемирной Организации Здравоохранения, не банками, не военными, а признание Всемирной Организации Здравоохранения того факта, что ситуация распространилась на весь мир. Вот, собственно, и всё. То есть это вещь с чёткими критериями. Их два. Первое. Две страны в одном регионе ВОЗ и второй. Одна страна в другом регионе ВОЗ. Вот вам пандемия. То есть, строго говоря, это такой, ещё раз повторюсь, договорной термин, который вводится в понятие, да, в нашу с вами реальность исключительно силами ВОЗ. Это не означает, что пока не сказали, что вот пандемия, да, всё хорошо, а потом всё плохо. Нет. Это даже не имеет никакой юридической подоплёки этой вещи. То есть, никакие оргвыводы из этого не делаются. Это просто констатация факта, что вот это заболевание распространилось на значительную часть земного шара, не более того. Поэтому мне бы хотелось, ещё раз говорю, посмотреть, какие конкретно банки объявляли пандемию. Нет, но я понимаю, что сейчас начнут говорить, да, что это банки финансируют ВОЗ, вот, а военные как бы им помогают, но это уже конспирология, а мы здесь в такие игры не играем. Ксения Деметрий Целест, как всегда, с нами на стриме. Огромное спасибо за поддержку. Следующий вопрос задаёт. Как вы считаете, какую ошибку допустили создатели вакцины, и не только они, при её рекламировании? Как нужно было их сделать правильно? Тут, конечно, зависит от того, о какой вакцине мы конкретно говорим. Наверное, речь о спутнике сейчас. Ну, я так думаю, что в данном случае они на стадии рекламы особых ошибок не совершали, то есть, удачно выбрали название. Тут ничего не скажешь, да, то есть, как бы действительно такой реальный прорыв, мировой прорыв, это бренд, который знает весь мир, да, то есть, спутник, именно это слово вошло во многие языки после 57-го года, да, когда он впервые был отправлен в космос, то есть, эта вещь действительно такая узнаваемая, это правда. Вопрос, конечно же, в первую очередь относился к внутренней рекламе. Вот про это, да, конечно, хотелось бы поговорить о том, что всё, что направлено внутрь, оно всё было провалено. нужно было, конечно, на мой взгляд, это дело разъяснять как можно лучше, да, потому что толкового разъяснения не было. Были какие-то противоречивые выступления. Если мы посмотрим, что говорили на разных уровнях, то зачастую получалось так, кто-то ляпнул, потом кто-то сказал, что нет, это вообще-то не так, потом чуть выше сказали, нет, это так, но немножко в другую сторону, а потом на самом верху сказали, да вообще не об этом речь. Как вы понимаете, когда вот такой раздра идёт, людям кажется, что там даже внутри ещё не понимают до конца, не осознают, что это вообще такое, и может быть, оно реально не работает, да, может, ерунда какая-то и так далее. Кроме того, конечно же, нужно понимать, что и со стороны врачей в том числе, да, была такая достаточно выраженная, я бы сказал, прям антипрививочная активность в том числе. Там начали рассказывать о том, что это не вакцина совершенно, да, приводя при этом определение из Википедии почему-то, и причём из русскоязычной, не из англоязычной, например, да и даже русскоязычную дочитывали не до конца. Либо говорили о том, что, ну, она не проверена вообще никогда, никем, и прочие вещи. Единственное, что чуть-чуть стало полегче, когда появились публикации, немножко, да, вот эти две публикации в «Ланцете», и пока что это единственные публикации по всем российским вакцинам, ничего нового, к сожалению, пока что не появилось, и интересную такую вещь видел буквально сегодня, о том, что разработчики, например, с ГНЦ и Вектор, говорят, что мы не публикуемся, потому что мы слишком, у нас слишком много работы. Это прям очень интересная отмазка на самом деле, потому что публикационная активность, да, это есть часть работы исследовательской. То есть люди, которые создают вакцину, они должны понимать, что разъяснительная работа это часть, неотъемлемая часть их работы. Значит, если говорить о моментах по другим вакцинам, то там все еще хуже, на самом деле, то есть спутник, это еще более-менее прилично. Из того, что у нас есть, все-таки и спикеры у них были, которые постоянно говорили. Да, конечно, опять же, Академик Гинзбург не всегда говорил по теме и в тему, но тем не менее, он очень быстро отзывался на любые вопросы, на любые какие-то новые ситуации, на все остальное. Плюс, так неплохо на заднем плане активничал Денис Лагунов, хотя вот его нужно было бы выпустить вперед как раз. Если кому интересно, поищите ВКонтакте, есть запись выступления Лагунова как раз с отличным разъяснением по спутнику. Вот его можно было просто по всем каналам пустить, какие только есть, и телевизионные, интернет-каналы, и везде. Даже просто сделать транскрипт и размножить, распечатать. Вот прекрасная вещь, как раз та самая реклама, которая необходима. И еще одна важная вещь, что нужно было привлекать в принципе любые площадки, то есть абсолютно любых людей, не только официальные ресурсы. К сожалению, к официальным ресурсам и так было, скажем так, не сильно большое доверие до этого. А когда началась пандемия, когда начались все эти метания, то локдаун, то не локдаун, то частичный, то еще там какие-то вещи, это, конечно, не добавило очков ни одному правительству в мире, скажем так. Поэтому нужно было подключать и все возможные неофициальные каналы. То есть, да, конечно, начались вот эти, что я привился, а ты и прочие там плакаты, известные люди и прочие, но это все уже поздно. То есть, это все уже поздно. Надо было стартовать еще сильно заранее. Здесь еще один момент, да, я понимаю, почему не педалировали долгое время эту историю прививочную. Именно потому, что были проблемы с масштабированием производства. Потому что одно дело создать вакцину, с этим справились. А вот второе дело это масштабировать. И вот тут как раз не справились, причем многие в мире, никто на обещанные объемы так и не вышел. И это, я так думаю, тоже сыграло свою определенную роль. То есть, не нажимали, скажем так, на это, что, ну, хорошо, ну, да, есть некая вакцинация, наверное, было бы неплохо сделать эту прививку, но вы как бы не сильно торопитесь, потому что ее все равно еще нет. Примерно так. Только сейчас, когда уже более-менее наладили производство, и когда, если мы отследим поставки, есть такие ресурсы, через которые мы это можем сделать, можем посмотреть, что, да, перебоев уже мало, что, да, более регулярные, большие дозы стали поступать в регионы, в том числе других вакцин, в том числе того же Кови-Вака, например, то сейчас запущенная кампания, она как бы уже, понимаете, все перегорело, скажем так, то есть люди, которые были готовы это делать, но им это не позволили сделать из-за того, что не было вакцины, они сейчас уже на это дело махнули рукой, а существенная часть населения просто даже не собиралась этого делать. Так что, как-то мы из этой ситуации будем выруливать, пока даже не очень представляю как. Спасибо. Саш, следующий вопрос задаст, я попрошу Алексея чуть-чуть короче отвечать, потому что у нас уже что-то там под 30 с лишним вопросов уже прилетело. Надо по-моему быть... Тема важная. Тема важная. И вопросов много. И поэтому вот сейчас у нас следующий не вопрос, а скажем так, вопрос-шутка от Imri H. Про витамин С. Как насчет больших котиков, львы, тигры, барсы? Спасибо вам за поддержку стрима. Но у нас серьезная тема. Давайте не рассказать про котиков. Нет, а тут все очень просто, Саш. Тут все очень просто. В случае с мелкими котиками, наверное, все-таки у нас больше шансов, что мы получим витамин С из них. А с крупными котиками скорее шансы будут на то, что из нас получат витамин С и прочие пищевые ингредиенты. Давайте так. На этом и остановимся. Хорошо. И вопрос от Михаила Бубновского. Долг каждого врача нести свет знаний своим пациентам. Личный пример в вопросе вакцинации очень важен. Это ведь, скорее, не вопрос даже, а такой комментарий. Я абсолютно согласен. Спасибо, Михаил. по-моему, микрофон начал задувать, когда ты себе капюшончик накинул и появился ветерок. Так что, верни, пожалуйста. Я просто начал немножко подмерзать. Хоть, наверное, чуть-чуть южнее. Шапочку тебе надо, да. Шапочку. Да, следующий вопрос от Андрея Савченко. Добрый день, Алексей Валерьевич. Думаю, актуальный вопрос для всех. Что там с эпивак-короной проходила информация о трехдозовой схеме уже даже? Да, сегодня уже об этом многие говорят. Многие вспоминают этот знаменитый анекдот про Горбачева, что жалко, что кролики сдохли. У меня еще столько идей было. Вот здесь примерно то же самое. То есть, начинают уже просто брать количество. анекдотом. И вы понимаете, я бы как-то к этому отнесся более-менее спокойно, если бы у нас уже была нормальная информация по этой вакцине. И нам бы показали, что вот, пожалуйста, да, действительно, есть выборки, все остальное. Вопрос основной, который там остается, это нейтрализующие антитела. Это важная вещь, поскольку по большому счету мы при помощи каждой вакцины мы охотимся именно за нейтрализующими антителами. Они нас интересуют в первую очередь. То есть, те, которые надежно связываются с коронавирусом и предотвращают его проникновение внутрь клеток. Остальные антитела, они, конечно, тоже хороши. То есть, да, они будут своеобразным маркером для клеток иммунной системы, что нужно съесть это, уничтожить и так далее. Но, все-таки, если это нейтрализующие антитела, это то, что нам надо. Так вот, если мы говорим о спутнике, если мы говорим о КВВАКе, то там такие данные есть о наличии нейтрализующих антител. По ЭПВАК-кароне пока такого нет. Зато, что я увидел уже, так это драку между НИИ Гамалеей и ГНЦ-Вектор, которые начали словесную перепалку. То есть, буквально совсем недавно, опять же, в средствах массовой информации появилось интервью с вирусологом из НИИ Гамалеей, который как раз разнес ЭПВАК-карону в пух и прах. В ответ началась такая интересная довольно реакция со стороны Вектора через социальные сети. Там начали рассказывать, правда, через других людей, что Вектор, на самом деле, как вы понимаете, это невероятно секретная организация, но, несмотря на все ее секреты, она очень активно сотрудничает с ВОЗ. В отличие от Гамалеи, что интересно, достаточно проверяемая информация, простейший фактчекинг показывает, что и НИИ Гамалеи, и ГНЦ Вектор являются СЦ, то, что называется, то есть сотрудничающие центры ВОЗ. Они по разным вопросам, по разным вакцинам, по разным инфекциям в той или иной мере они общаются с этой организацией. В общем, смотреть за этим как минимум смешно, как максимум все-таки грустно. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы внутри нашего сообщества, российского научного вакцинного в том числе, была некая, знаете, такая спаяность, чтобы они действовали как один кулак. А пока что идет такой вот удар открытой рукой, и, к сожалению, по той же эпикоронии никаких новых публикаций, нормальных, вменяемых, так и не появилось. И до сих пор это единственная у нас вакцина из всех вообще, которые определяются только той тест-системой, которую предоставляет разработчик. Это вот напрягает в этой истории пока что больше всего. Спасибо. И спасибо мы говорим о ДЭЗА, который прислал нам большие донаты, сказал спасибо, поддержал наш стрим, спасибо вам огромное. А также Юлия Роновой, которая стала спонсором канала лабораторио ночных видео. Добро пожаловать на уровень лаборант. Друзья, напоминаю о том, что эта поддержка очень важна для нас, особенно в такой интересный период. Тата Атанава задает следующий вопрос. Доктор, вы говорили, что мы как человечество провалились в этой эпидемии, но у нас есть шанс подготовиться к следующей. Не выбирать идиотов на важной должности, создавать запасы средств. Чему мы научились? Ой, очень бы хотелось, чтобы мы этому научились, действительно. Конечно, очень многое продемонстрировала эта пандемия, и в том числе один из важнейших, наверное, постулатов и один из важнейших уроков, что медицина это не сфера обслуживания. Это критически важная отрасль, примерно такая же, как армия. То есть, получается, что расходы на здравоохранение должны быть сопоставимы с расходами на армию, примерно так. Именно потому, что медицина предназначена для действия вот именно в таких ситуациях. Я понимаю, что в основном, конечно, у нас мирное время с точки зрения инфекции и всего остального, но когда выясняется, что происходит вот нечто похожее на пандемию, потому что, ну, давайте будем честными, да, пока что это такая лайт-версия инфекционного апокалипсиса. У нас есть масса гораздо более опасных инфекций, которые могут либо появиться, либо перейти от животного мира к людям, либо вернуться, либо еще что-то в этом роде. И в таком случае мы просто бы не справились. Здесь мы получили возможность действительно протестировать, да, провести стресс-тест для мировой системы здравоохранения и понять, что, первое, нам нужны резервы. Их ни у кого не оказалось. То есть, для того, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, потребовался Китай, да, который не только сам из этого выбрался, но еще и обеспечил половину мира потом этими самыми запасами. Они вовремя перестроились в смысле промышленности, они начали клепать массово все, что необходимо, и тесты, и защитное снаряжение, и все остальное. И да, это все закупалось всем миром. То есть, мало кто эти вещи стал производить и у себя. Но мы еще худо-бедно справились с масками и с прочими вещами, но те же защитные комплекты, те же тесты, все остальное, она все еще массово закупается за рубежом. То есть, это показывает, что мы уязвимы, например, в смысле национальной безопасности по направлению медицины. Такого быть, естественно, не должно. Это первое. И второе, ресурсы и кадры. То есть, одно дело запасы, я понимаю, то есть, стратегические и прочие вещи. Их обновление регулярное, кстати, тоже нужная вещь. Но, с другой стороны, ресурсы. Что имеется в виду, это и лечебно-профилактические учреждения, и аппаратура, и люди, самое главное. То есть, выяснилось, что у нас, в общем-то, большой дефицит по всем трем направлениям. Активно сокращали коечный фонд, сливали между собой больницы, уничтожали какие-то районные, предположим, небольшие больницы или амбулатории и прочие вещи. И выяснилось, что они тоже потребуются, они тоже нужны. То есть, вот эта вот выстроенная еще в советское время система здравоохранения, она, в общем-то, конечно, требовала модернизации, но вот так вот уничтожать ее, не оставляя камня на камне. Ну, как видите, единственное, на чем удалось выехать во время вот этой ситуации, это как раз на остатках той самой системы. То есть, работали по тем принципам, не по современным, а именно по тем принципам. Хотелось бы, конечно, чтобы мир выучил урок коллаборации, но что-то не похоже. Да, потому что это больше всего похоже на родительский чат в WhatsApp, причем даже не школы, а какой-то детсадовской группы, а не на мир, который столкнулся с таким вот массовым вызовом, для которого нужны усилия всех стран. То есть, по идее, как бы хотелось, чтобы все объединились, дружненько создали вакцины, потом нормально их между собой распределили, все произвели нормально, все производство было распределено по всему миру и прочие вещи. Ничего подобного. Мы сегодня видим, что творится, то есть, драки, конкуренция, вопли, визги, скандалы, интриги, расследования и прочее. В общем, все как обычно. То есть, мир, к сожалению, в лучшую сторону не изменился. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы в пределах нашей страны лишь некоторые уроки этой пандемии были бы усвоены и в будущем использованы. Спасибо. Так. Александр М. присылает нам донат. Мы говорим спасибо за поддержку. И говорит, здравствуйте. Стоит прививаться к ВИВАКам или еще маловато данных? Слышно коротко? Можно коротко, да, стоит. То есть, точнее так, им можно привиться, поскольку, опять же, я видел эти данные по нему, они еще не опубликованы. Но все-таки у меня была возможность их посмотреть. Они нормальные, они на уровне спутника. Я скажу так. Это первое. И второе, то, что вакцина сделана по традиционной, то, что называется, технологии, то есть, инактивация. И похоже, что, да, действительно удалось неплохо так сохранить антигенную структуру. И, скорее всего, да, иммунный ответ будет довольно хорошим. Единственное, что сами производители подчеркивают, что основной акцент это, конечно, на антитела. То есть, он будет в основном антительный. При этом, нейтрализующие антитела, да, они наличествуют, по крайней мере, у подопытных животных. И если вспомнить тех замечательных мармазеток, это такие обезьянки очень красивые, которые сейчас в Чумаковском центре спрятаны, скажем так, и принимают участие в все еще продолжающих садоклинических исследованиях, у них сохраняется иммунитет в течение 8 месяцев после первой инъекции. Это такая обнадеживающая, на самом деле, информация. Так что, да, скорее всего, КВАК будет второй нормальной вакцины на наших пространствах. Спасибо, Алексей, и мы говорим спасибо Антону Огородникову и Грибной Фее, которая пишет просто спасибо, ждем вас в ближайшем будущем в Нижнем Новгороде. Да, в Нижнем я буду. Отлично. И теперь вопрос от Александра М. Правда ли, что вакцинированные от ковида могут быть переносчиками и заражать других? Если да, то как тогда вирус размножается в организме? Ну, тут нужно понимать, что да, естественно, могут, но вопрос в соотношении, да, в соотношении рисков и масштаба трагедии. Нужно понимать, что, конечно, у нас нет такого, знаете, бетонированного иммунитета, чтобы через него не пролетало ничего. Да, конечно, у нас есть бреши, скажем, те же слизистые, например, и прочие интересные места в нашем организме, через которые может проскакивать некоторое количество вируса. И да, у нас не моментально, вот не прям сию секунду развивается мощнейший иммунный ответ по всему организму. Это все-таки немножечко такой растянутый во времени процесс. Он, конечно, быстрый после вакцинации или после переболевания. Да, это действительно так. Но все-таки речь идет не о секундах, а о часах, может быть, даже днях. С одной стороны, с другой стороны, вирус, он как бы тоже должен сначала размножиться до значимых количеств, чтобы наносить некий ущерб нашему организму. Так вот, похоже, что и вакцинация, и переболевания, ну, в разной степени, но все-таки, да, они примерно в одну степь, скажем так, работают, они предотвращают развитие вируса до таких количеств, после которых он становится большой проблемой. То есть, он размножается, но его быстро гасит. Это самое главное, да, потому что и после того же спутника, и после переболевания остается и антительный иммунитет, и клеточный, что важно. Зачем нам нужен клеточный иммунитет? Для распознавания и уничтожения зараженных клеток еще до того, как из них выскочат готовые вирусные частицы. Вот он зашел туда внутрь, начал размножаться этот вирус, его засекает клеточный иммунитет, эту клетку убивает, и все, репликация прервана. То есть, мы не имеем новых вирионов и дополнительных проблем. А то, что успело выйти, оно нейтрализуется антителами. Вот вам работа иммунитета, она хорошая, она замечательная и прекрасная. И когда в экспериментах и в исследованиях сравнивают количество вирусных частиц, которые выделяют люди непривитые заболевшие и люди привитые, но, к сожалению, заболевшие, разница колоссальная. Если мы берем за 100% то, что выделяют непривитые, то привитые выделяют примерно 8%. То есть, да, вот она такая довольно крупная разница, ощутимая. И, строго говоря, именно для этого мы и проводим прививочную кампанию. Спасибо. Саша, перед тем, как вопрос следующий задашь, я попрошу всех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, а таковых больше тысячи человек уже, если вы привиты, поставьте плюсик, напишите, когда вы это сделали, интересно посмотреть в чате, почитать, кто из наших подписчиков, те, кто смотрит сейчас привиты и понимают, о чем мы вообще здесь говорим. Привет от коронавируса. От коронавируса. Да, если вы смотрите в записи, то вы можете в комментарии написать, как вы перенесли, собственно, там будет больше времени на то, чтобы посчитать, так что не забывайте сделать это, очень интересно. Да, даже если вы из других стран, это еще интереснее. Да, это еще интереснее, конечно. Да, спасибо, и спасибо Наталье, которая поддерживает нашу трансляцию. И еще один вопрос от Александра М. Подтвердилось ли наблюдение, что дети не болеют ковидом или болеют бессимптомно? Если да, то есть ли конкретные данные о причинах? Теломеры? К сожалению, нет, не подтвердилось. И сегодня мы наблюдаем такой достаточно быстрый, я бы сказал, крен в сторону сначала подростков, то есть, дети помладше пока что нет, а вот в сторону подростков уже идет ощутимый крен. Почему? Потому что мы начали щемить эту инфекцию со всех сторон, переболели все чувствительные взрослые, какие могли, ну, в первом приближении появилась прослойка, в том числе и привитых, она, конечно, пока что маленькая, но это все факторы, которые давят на вирус, он, естественно, вынужден искать себе какие-нибудь пути отхода, и один из вариантов это, конечно, дети. Именно поэтому все разработчики вакцин сейчас ушли в педиатрические исследования, Pfizer уже их провел и закончил, по крайней мере, до 12 лет, чуть попозже они обещают, что появятся младшие группы, то же самое касается спутника, сейчас проводятся, будут изучать КВАК, то же самое, все очень активно изучают детские группы, естественно, потому что это следующая мишень для возможного удара коронавируса. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Дети все-таки им болеют, они его переносят, они его распространяют, у них тоже развиваются осложнения, в общем, для них это тоже может стать проблемой. спасибо большое, я быстренько просто по чату пробежался, вижу, что в Финляндии ждут в очереди, огромное количество привиток, на самом деле, прямо сейчас, есть из Канады люди, которые нас прямо сейчас смотрят, и тоже уже привиты, так что да, огромное количество, спасибо вам огромное за активность в чате, и активность в целом, в Казахстане, вот тоже я вижу, люди привиты. Спасибо. Так, продолжим. Вопрос от Артема Корнова. Спасибо вам, Алексей, благодаря вам заставил маму сделать прививку после того, как она посмотрела тот самый мракобесный круглый стол. В общем-то, это не очень благодарность, да, и от него же, собственно, продолжение банкетов. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день точно сказать о наличии эффективного иммунитета от ковида после прививки нельзя, даже положительный тест на антитела не гарантирует лёгкое течение или защиту от инфекций как таковой? Ну, я бы уточнил, что всё-таки наличие антител это хорошо, да, мы единственное, что мы не знаем в цифрах, сколько должно быть, то есть, в штуках, сколько должно быть этих самых антител. И, конечно, что нам бы, было бы совсем интересно знать, это сколько там нейтрализующих антител, как я уже говорил, они нас интересуют в первую очередь. Но пока что нет у нас рутинных тестов на нейтрализующие антитела. Их, конечно, пытаются сейчас создать в спешном порядке, надеюсь, мы всё-таки их увидим, да, и сможем это оценивать. Другой вопрос, что, например, когда мы видим или маленькое количество антител, или даже бывает такое, что отсутствие антител, ну, где-то в серой зоне, предположим, это ведь тоже не обязательно означает, что иммунитет не сформировался. Не исключено, что был ответ клеточный, потому что тот же спутник, например, и те же МРНК-вакцины, они отлично стимулируют клеточное звено иммунитета. Это, кстати, очень сильное отличие от предыдущих историй, всех предыдущих историй, просто потому, что те же инактивированные вакцины, например, в самых разнообразных своих вариантах, они работают только через антиген, презентирующий клетки, да, и те-клеточное звено, ну, там, так, очень слабо активизируется, потому что нет зараженных клеток. А вот эти две новые платформы, МРНК и векторы, которые позволили имитировать заражение клеток и заставлять Т-клеточный иммунитет очень активно работать, вот, похоже, что это какой-то довольно новый шаг, новый подход, то есть мы получаем мощный именно клеточный ответ, наверное, впервые за многие десятилетия вакцинной истории. Надеюсь, что накопится достаточная информация для анализа, да, мы потом сделаем из этого определенные выводы и будем эту вещь учитывать, потому что не исключено, что, ну, скорее всего, так, да, что если мы вводим в строй оба звена иммунитета, причем полноценно, и Б-клеточная, и Т-клеточная, не исключено, что защита формируется более адекватная, более мощная, может быть, даже более длительная. Но это мы увидим по ходу дела. Исключительно так. Пока что мы находимся внутри процесса и наблюдаем его вот онлайн. Спасибо. Спасибо. Как всегда, давай скажем спасибо Сержу Любомудрову. Он хотел сказать, что вот, хотел пошутить, но не дашь вот такой спайлик, подмигивающий пресслову. Как всегда, статата. Да, и вопрос от Станислава Боева. Как ведет себя коронавирус в условиях высокогория? Легче или тяжелее заразиться? Не готов сказать. Мне такой информации не попадалось, если честно. Ну, если сказать про заболеваемость, например, на высокогории она будет течь гораздо хуже. То есть, гораздо более тяжело должно быть. Почему? Потому что там гипоксия. То есть, мы чем выше, тем у нас ниже парциальное давление кислорода, и, соответственно, тем тяжелее будет протекать инфекция. А вот как насчет самого вируса, насколько ему там комфортно, пока что сказать сложно. У нас высокогорие не настолько населено плотно, чтобы можно было провести некую аналитику и сказать гарантированно, что оно так и никак иначе. Боюсь, что здесь нет четкого ответа пока. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Имри Ач. Все говорят про испанку в качестве примера. Насколько это справедливо и насколько она была бы опасна сегодня? В качестве примера смотря чего? Наверное, в качестве того, как общество оказалось не готово к неизвестной инфекции. Да, пожалуй, да. Как относились люди, ну, тоже, пожалуй, да, наверное. И, наверное, как она развивалась в эти три волны, так называемые классические, когда первая чуть пониже, вторая огромная и потом за ней вот эти автошоки. Ну, как будет конкретно с волнами у коронавируса мы еще посмотрим, это не очень понятно. Но, да, некоторые вещи, они прям очень сильно похожи, да, действительно. И те же маски, и тоже неприятие этих самых масок, и попытка повесить всех собак на вакцины, например, потому что одна из версий конспирологических, почему возникла испанка, потому что прививали солдат против натуральной оспы. И вот они начали болеть какой-то там странной инфекцией, именно из-за того, что у них был какой-то дефект иммунитета, да, отдаленные последствия вакцины, и вот они массово начали болеть, передавать болезнь друг к другу, и потом перекинулась на гражданских. Это очень распространенная версия, пожалуй, с ней по популярности конкурирует только аспириновая версия, что испанку вызвало на самом деле аспирин, потому что его массово применяли при повышении температуры, при лихорадке, а поскольку он разжижает кровь, он вызывал кровотечение, там какой-то цедокиновый шторм и прочие вещи, да, то есть всем становилось хуже от того, что они принимали аспирин. Но, повторюсь, это чистая конспирология. Испанка на сегодня очень неплохо изучена, остались тела погибших, как вы понимаете, из них достали генетический материал, разобрали его на нуклеотиды, разобрались, что это конкретно было за вирус гриппа, и, да, к сожалению, далеко не все уроки испанки выучены. Да, некоторые переклички все-таки у нас есть, действительно, это правда, но сегодня ситуация, знаете, вот то, что называется по спирали, развитие по спирали, да, мы с вами сегодня на чуть более высоком этапе развития медицины, общества и всего остального, с одной стороны, с другой стороны, инфекция, в общем, тоже не самая простая, и справляться с ней все так же трудно. Да, в этом смысле перекличка с испанкой есть. Спасибо. Спасибо. Алина Велетенникова вместе с нами и задает следующий вопрос. Алексей Валерьевич, расскажите, почему цельноверенные вакцины заточены на антитильный иммунитет, а клеточный от них мы ждем в меньшей степени? Спасибо. Ну, еще раз, да, то, что эти самые вакцины состоят из, ну, то есть, они основаны на убитом вирусе. Ну, это, конечно, не совсем правильно говорить убитый, убиваем мы что-то живое, а вирус это такая вещь, статус, который до сих пор не очень понятен, он проявляет свойства живого внутри клетки, да, это такой внутриклеточный паразит, очень интересный, поэтому, правильно говорить, да, инактивированный, то есть, мы его инактивировали. В чем проявляется инактивация? Он перестает быть способным проникать внутрь клетки и там реплицироваться. Вот это самое главное. То есть, нет вот этого сигнала, скажем так, для того, чтобы задействовать клеточное звено иммунитета. Оно, конечно, активируется через антиген, презентирующий клетки, она же как, она наедается этими вирусными частицами и выставляет антиген для привлечения Т-хелпера, чтобы он уже возбудился, да, и передал дальше по цепочке команду на активацию клеточного и гуморального звена иммунитета. Гуморальное звено активируется, все нормально, а клеточное активировалось, а мишени для приложения нет. То есть, где им потренироваться, где им наработать большие пулы этих самых клеток, зачем? Смысла в этом нет никакого, да, то есть, у нас нет зараженных клеток, это самое главное. Да, они могут появиться при повторном контакте, когда придет настоящая инфекция, от которой мы прививались, и мы с ней столкнемся. Да, вот тогда, может быть, что-то начнет нарабатываться, но до этого нормального, функционирующего, полноценного токлеточного иммунитета нет. А если мы говорим о МРНК или вакцинах векторных, то они задействуют клетки, они через клетки работают. Получается так, что они не заходят сначала в антиген, презентирующие клетки, они сначала заходят в обычные клетки, в клетки-мишени. Они их поражают, получается так, условно говоря, и имитируют заражение вирусом. Продукция СБЛК это как раз и есть имитация заражения. И таким образом, да, мы действительно, у нас и клеточное звено иммунитета работает отлично, и гуморальное. То есть, идет и распознавание этого СБЛК как чужеродного, и натаскивание Т-лимфоцитов на него, и натаскивание Б-лимфоцитов на производство специфических антител. Поэтому я сказал, что это такая очень интересная веха в вакцинной вообще истории. Такого у нас пока что не было. Спасибо. Друзья, 1300 человек нас сейчас смотрят, а лайков еще и до 500 не добрались. Нажмите, пожалуйста, на лайк. Давайте пробьем отметку в 1500 зрителей. Но для этого нужно сделать видео более популярным. Лайк – это отличный способ, собственно говоря, это сделать. Ну, а мы продолжаем. Михаил задает вопрос. Добрый день. Насколько схожи между собой стереотипы аденовирусов? И есть ли вероятность, что после применения вектор вакцины будет затруднено применение существующих лекарств от рака, основанных на аденовирусах? В видео мы это обсуждали с Антониной Обласовой. Кому интересно, можно пересмотреть, но если коротко – нет. Похоже, что нет. То есть, к счастью, конечно, для нас похоже, что нет. Похоже, что он, да, действительно формируется, этот самый иммунитет против, собственно, носителя, то есть против аденовектора. Но антитела к нему, по крайней мере, если верить Денису Лагунову, а поводов не верить ему у нас пока что не было, через 56 дней падают эти антитела к аденовектору настолько, что возможно применение его, ну, например, либо в качестве носителя для генетической терапии, либо в качестве вектора для вакцины. То есть, мы можем привиться любой векторной вакциной с теми же аденовирусами, и никакой особой потери в эффективности мы не заметим. Это с одной стороны, а с другой стороны для той же генетической терапии могут использоваться и другие вирусы, не только аденовекторы. Их на самом деле очень много на сегодня, они изучаются очень активно, думаю, что пул их будет расти и лет через 50, например, может быть, даже и вирусу уже не потребуется, будут какие-то другие подходы к доставке нужного генетического материала в целевые клетки. Спасибо. И, конечно, стереотипы, извините. Да, скорее всего, да. Спасибо. Вопрос от Николая. Добрый вечер, Алексей. Почему нужно ждать две недели после простуды перед тем, как привиться? Что будет, если подождать неделю или не ждать вовсе? Здесь этих самых двух недель то нет на самом деле, потому что откуда они взялись не очень понятно. Там написано как в противопоказаниях, что любое инфекционное заболевание в острой фазе. То есть, что такое острой фаза? Это температура. Это температура и какие-то проявления. Ну, например, там горло болит, так что глотать невозможно, или кашель, опять же, не дающий заснуть и прочие вещи. Такие вот. Значит, здесь есть два момента, почему не рекомендуется прививать именно в этой фазе, в острой фазе. первое, не очень будет понятно, это реакция на прививку или это продолжающаяся инфекция. Это первое. И второе, реакция на прививку может усугубить то течение инфекции, которое есть. То есть, мало того, что у нас повышенная температура из-за нашей текущей инфекции, мы еще сверху накладываем реакцию на прививку. То есть, дополнительное испытание для организма, а этого как бы не нужно. Поэтому рекомендуется так, что человек выздоровел и после этого, пожалуйста, то есть, независимо от того, сколько прошло времени, например, вы за три дня поправились, все прекрасно, можно идти делать через три дня. Через неделю поправились, то же самое, можно через неделю. Через две поправились, то же самое, можно идти и через две. Там нет каких-то принципиальных значений именно в днях или в неделях. Спасибо. И вопрос от Ниндзя. Почему поднимается температура у привитых сплит-вакциной? Я, может, что-то упустил, но в ваших стримах была информация, что это инактивированный вирус и ничем не грозит. Температуру поднимает наш иммунитет. А любая вакцина, абсолютно любая, будь то сплит, будь то, не знаю, рекомбинантная, будь то еще что-нибудь, это тренировочный материал для иммунитета. Поэтому, да, в некоторых случаях, распознав некоторые, не знаю, условно говоря, неизвестные ему белки или там неизвестные ему прочие структуры, он может дать такую тревогу, учебную, на самом деле, тревогу, подняв температуру. То есть, температуру поднимает иммунитет. Еще раз, это важно. Не возбудитель. То есть, нам не нужен для этого цельный возбудитель, нам, например, инактивированного, то есть, просто его тушки неактивны. Но вот она в наличии, у нее есть там определенные какие-то характерные структурные вещи, на которые может среагировать наш с вами иммунитет. И как раз он и запустит температурную реакцию. То есть, он пришлет простагландины в гипоталамус, там у нас находится такой рубильник, который можно поставить в положение, он стоит на 36,6, например, его можно поставить в положение 38, или там 39, 40, в зависимости от того, в каком количестве и какие именно чужеродные белки прибыли. Поэтому на любую, на абсолютно любую вакцину может быть температурная реакция. Спасибо. Михаил Филиппов, скажем ему спасибо, он стал спонсором проекта лаборатории ночных видео на Ютьюбе и перешел на уровень лаборат. Спасибо огромное за поддержку. Сергей К. Добрый день. Бывает ли побочный эффект от вакцины? Конечно, бывает. Придите, защититься от него. Вы знаете, то есть, мы не можем на сегодня предсказывать эти самые эффекты. К сожалению. Да, действительно так. Есть некоторые моменты, про которые мы знаем. То есть, если у человека, например, была анафилактическая реакция на предыдущую прививку какую-нибудь, независимо от того, какую, то да, к нему нужно относиться осторожно к этому пациенту, то есть, вводить ему следующую вакцину только в оборудованном прививочном кабинете, когда рядом есть неотложный кабинет, там, где есть и адреналин и все прочие вещи, которые, если что, позволят человека из этого самого шока вытащить. Это первое. Второе, если у человека есть сопутствующие заболевания, которые препятствуют вакцинации, например, какой-нибудь иммунодефицит, пересаженные органы и прием иммуносупрессантов, какие-то тяжелые системные процессы, онкологическая патология четвертой стадии с множественным метастазированием, с астенией с очень выраженной и прочими вещами. И если мы посмотрим инструкцию к любой вакцине в мире, то есть, не только к нашим, вообще к любой вакцине в мире, мы там увидим противопоказания и состояние, при которых вакцина применяется с осторожностью. Вот, для чего это сделано? Именно для того, чтобы избежать возможных осложнений в известных группах риска. Конечно, есть вещи неизвестные, да, то есть, мы их не знаем, к сожалению, действительно так, и иногда какие-то интересные и сложные побочки, они выскакивают на свет, вот, буквально, что называется, в реальном времени. Конечно, с ним нужно разбираться, с этими побочками, вот как с тромбозами, с теми же, да, нужно понять, действительно ли это связано с вакцинами, либо вакцины просто работают как подсветка. Почему? Потому что за этими самыми людьми наблюдают, так, как в обычной реальной жизни не наблюдали бы. То есть, отслеживают все, что с ними происходит. И нужно понять, да, существует ли причинно-следственная связь между зарегистрированными возможными осложнениями и вакцинацией. Да, в том случае, когда они, мы это доказываем, да, то есть, с более-менее какой-то такой степени уверенности, конечно, такие осложнения, они вносятся в инструкцию и на будущее учитываются. то есть, да, действительно получается так, что мы обкатываем эти самые вакцины в поле, то, что называется, и набираем информацию по ходу деятельности. Ну, так работает медицина, в принципе, с любыми лекарствами, независимо от того, что это, либо это терапевтические средства, либо профилактические, как вакцины. Спасибо. Спасибо. Злой Викинг спрашивает, расскажите, пожалуйста, о вакцине Pfizer можно колоть? Можно коротко? Коротко? Можно. Отлично. Все. Спасибо. Вопрос от Ивана Квасова. Алексей, что думаете о цикле Кургиняна, о ковид-истерии? Что думаете в антителозависимом усилении инфекции и первичном антигенном грехе при ковиде? Так, ну, цикл я не смотрел, как вы понимаете, у меня на это просто нет времени, но звучит уже сразу, так, мягко говоря, настораживающе, потому что все, кто рассказывает о ковид-истерии, они обычно скатываются в ковид-диссидентство, то есть, в отрицание существования этой проблемы. А если говорить о втором, да, то есть, как там правильно сформировано? А, АДЕ, антителозависимое усиление, ну, извините, у меня треть выступления на УПМ была посвящена как раз АДЕ, то есть, антителозависимое усиление. Давайте мы не будем здесь все-таки тратить время, а вы сходите в основное видео и посмотрите. Там есть и ссылки, в том числе, по которым можно сходить, почитать, что это за зверь такое. Сразу скажу, зверь крайне редкий, для его реализации нужны существенные отличия между возбудителями, да, то есть, они должны быть близкородственными, это должен появиться сиротип новый у того же коронавируса, например. И самое важное, что они возникают не только, и даже не столько после вакцинации, а основная вещь, что после переболевания, то есть, мы переболели одним сиротипом, при переболевании вторым сиротипом возможно развитие вот этого антителозависимого усиления инфекции в том случае, если иммунные клетки являются клетковыми мишенями для этого вируса. Это если очень коротко, а подробнее со ссылками, с картинками и с примерами в выступлении на ОПМ. Обязательность не забуду, поставлю по всплывающей подсказке, так что нажимайте туда. Так, продолжим. Спасибо. Да, только у меня сейчас освещение будет падать, но уж простите. Вопрос с ковидом привился к спутникам в декабре-январе. До вакцинации иммуноглобулины по нулям. После ИГГ 11.0 пока держатся. Все М6Ж и малиновые штаны. Хорошо. Это хорошо. Как я понимаю, это в коэффициентах позитивности 11 имеется в виду. Так, неплохая цифра. Нормальная. Если она держится, тем более долго. И пожертвовал нам 666 рублей, что ли. Знаковая цифра. Да. Андрей. Это имя человека, который написал следующий вопрос. Как там продвигаются исследования по совместному применению вакцин разных производителей? Есть уже какие-то новости? Пока нет. Пока новостей нет. Как только они появятся, я обязательно или у себя в соцсетях об этом расскажу, или в стриме на канале. Пока нет. Спасибо. И говорим спасибо Константину, который говорит спасибо за нашу работу. Мы стараемся. Так. Може также говорит спасибо. Присылает донат. Спасибо огромное. Максим Песцов спрашивает. Как вы думаете, могут сделать вакцинацию обязательной для всех? Могут. И уже обсуждается, да, то есть в научной литературе обсуждается этичность такого поступка, что интересно, приходит к выводу, что это этично. Просто потому, что у нас существует примат человеческой жизни. Это абсолютная ценность на планете. Самое важное, самое главное. И ставить ее под угрозу мы как бы права не имеем. И в том случае, если люди как бы не горят желанием защищать других людей от действительно проблемной инфекции, то их могут к этому принудить. Например, у нас таких систем принуждений, как вы понимаете, довольно много. То есть, когда мы едем по дороге, мы, в общем-то, можем, конечно, метаться из ряда в ряд, играть в шашечки, да, мы можем, конечно, ездить на красный свет или по встречной полосе, но это обычно недолго и заканчивается печально. И для того, кто это начал, и для того, кто попадает в эту ситуацию. То же самое у нас есть правила противопожарной безопасности, например. У нас есть масса других правил, например, то, что регулируется уголовным кодексом. То же самое, абсолютно то же самое. У нас есть и правила противоэпидемические. Если мы их соблюдать не будем, у нас есть все шансы исчезнуть как человечество. Поэтому я так понимаю, что да, сначала будут уговоры, потом будут некие частичные, скажем так, меры, либо поощрение привитых, либо наказание от этого дела отлынивающих. Ну, а потом, если не будет услышано ни первое, ни второе, ни третье, я не исключаю, что перейдут к обязательности вакцинации именно против ковид. Красиво. Спасибо. И следующий вопрос от Ивана Две собаки. Нахожусь в другой стране, есть возможность сделать только первую порцию вакцины, вторую по плану сделать не смогу. Стоит ли сделать только первую порцию вакцины без второй по плану? Прошу ответить по сути, не обсуждая, почему так? Да ради бога, зачем нам это обсуждать? На самом деле, то есть, обсудить-то можно, какие варианты возможны в этом смысле. Да, конечно, вы можете привиться в одной стране одной дозой одной вакцины, а в другой стране другой дозой другой вакцины. В этом, как бы, ничего криминального нет. И в том, и в другом случае сформируется иммунитет. Это, как бы, без каких-либо проблем, да, и таких ситуаций сейчас много. Даже вот то, что называется в ближнем круге, у меня такие примеры есть, когда, например, первая доза идет спутником, а вторая доза пфайзером. Или наоборот. Или еще какие-то другие сочетания. И когда потом делают антительные тесты люди у себя, либо имеют доступ, в том числе, к проверке клеточного иммунитета, во всех случаях, когда миксовали такие вакцины, иммунитет очень неплохо реагировал. иммунный ответ развивался и клеточный, и гуморальный, и примерно сопоставимый с теми, кто прививался обеими дозами одинаковых вакцины. Спасибо. Спасибо. Станислав Боев. Следующий вопрос задает. Космонавт, астронавт заболел на Марсе коронавирусом. Ваша рекомендация? О, это очень интересно, конечно. Но это слишком гипотетическая ситуация, как вы понимаете. Скорее всего, очень просто, да, это изоляция. Такие ситуации описаны в фантастике, и насколько я это помню, да, то если не соблюдаются меры изоляции, то все идет примерно по сценарию фильма «Чужой». Ну, с теми или иными нюансами. Поэтому изоляция, в первую очередь, конечно, да. Можно ли сильнее изолироваться, чем на Марсе? Можно, можно в отдельный бункер, да, или в отдельный купол, или там какой-то еще. Можно, запросто. Спасибо. И спасибо, говорим Хачатуру за поддержку нашего стрима. Роман Хамадулин присылает большой донат. Благодарим вас за поддержку и пишет. Сегодня, точнее, вчера вечером провел лекцию ликбез по вакцине антителам, антигенам, ПЦР и американской аденовирусной вакцине. Спасибо, Алексею Водолозову, Дубынину, Литаровой. Всем, кто слушает, задает вопросы, здравствуйте все. Это не вопрос, это роман, который написал. Это поддержка, да. Да, положительный такой поддерживающий текст. Артем М. пишет. Планируем с женой детей, решили вакцинироваться спутником В, ну, ВИ, 5, как угодно. Насколько отложить планирование после второй части прививки месяца два? Спасибо. В принципе, как сказали разработчики, я специально уточнял, они говорят, хоть на следующий день. То есть, там никаких особых принципиальных различий в этом смысле нет, не для беременных на сегодня, накопилась масса уже информации. Их, конечно, не проверяли специально, но так вышло, потому что далеко не всегда беременность это процесс на 100% планируемый, а поскольку привиты в мире уже миллионы людей, то там появились в том числе и беременные, которые даже уже успели доносить и даже уже успели родить. И во всех случаях вакцина дает только позитив. То есть, если мы берем собственно сам коронавирус, то он увеличивает процент осложнений в родах, в том числе с летальными исходами для ребенка в первую очередь. Если смотреть ковид, опять же, возможны отдаленные последствия, которые еще не всегда полностью хорошо изучены, он проникает через гематоплацентарный барьер к плоду. Опять же, это еще не очень понятно, к чему это дело будет приводить. Грипп, кстати, тоже так же умеет. А если мы смотрим по вакцинации, то получается так, что да, действительно снижается риск осложнений, увеличивается возможность донашивания до нормального полноценного срока. Далее антитела, которые образуются, они передаются от матери к ребенку, то есть, ребенок рождается уже с некоторой иммунной защитой. Не очень понятно, насколько ее хватит, опять же, за этим наблюдают, но факт интересный. Кстати, с материнским молоком тоже похоже передается. То есть, антитела достаются ребенку от матери, и в этом смысле замечательная защита. То есть, не нужно отдельно вакцинировать маленького ребенка, он получается защищен вот таким интересным способом. Поэтому, если вы прям хотите совсем-совсем подстраховаться, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю, на что это можно списать, но через месяц вообще никаких, абсолютно никаких признаков существования вакцины в организме не остается. и думаю, что вот, если, опять же, только хотите просто подстраховаться на всякий случай, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю резонов для более длительного расстояния между последней вакцинацией и зачатием. Перед тем, как к объявлениям перейти, потому что мы уже сейчас находимся в эфире, я просто зачитаю следующий вопрос, который, собственно, один в один повторяет передыдущий. Михаил Шелков, благодарю вас за поддержку. А планирование беременности является противопоказанием для мужчины и женщины. Жена беспокоится и говорит, что сразу после беременности полгода нельзя береть беременность. Собственно, вы услышали ответ на этот вопрос буквально только что. И теперь предлагаю немножечко перейти к объявлениям. Спасибо всем, кто сейчас смотрит. А уже больше полутора тысяч человек находится на прямом эфире. Спасибо вам, что вы с нами. И не забывайте нажать на лайк. Это также поддерживает трансляцию. А еще трансляцию поддерживает, если вы пишете комментарии, если вы смотрите эти записи. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Сделайте, не пропустите ни одну нашу лекцию и ни один похожий стрим. Надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Если вам действительно нравится, у проекта антропогенист.ру, у проекта лаборатории научных видео имеются свои странички на Патреоне. Ну и, к слову, если кто не знает, на лаборатории научных видео есть определенная цель, при достижении которой мы будем начитывать книгу, аудиокнигу марсианина Энди Вейера. Собственно говоря, этим голосом первая часть уже имеется, ее можно скачать и послушать. Первая глава, ну и вопросы, если вы хотите задавать в этой трансляции, можно сделать это при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании и в чате трансляции, данная она сейчас появится. Вопросы, таким образом, к нам пришедшие, мы зачитываем в самую первую очередь. Да, а еще я хочу сказать, что мы уже начали работать над программой форума «Ученые против мифов-15», мы уже активно работаем над программой, форум будет 19-20 июня, и там пока что не буду раскрывать всех секретов, кроме одного, там будет выступать Алексей Водовозов и будет рассказывать о курении. Так что, друзья... Да, мало мне было вакцин, я еще и про курение буду рассказывать. тема тоже весьма волнует многих. И можете уже сейчас отправлять Георгию Соколову заявки для получения промокода, так сказать, на льготные регистрации на форум. Это вещь полезная. Я думаю, что сейчас email должен появиться в чате. Пишите ваши заявки. Форум, еще раз повторяю, 19-20 июня, нельзя это пропустить. А в ближайшее время нас ждет еще несколько интересных лекций и вообще наших видео. В четверг, 6 мая, то есть уже завтра, в 19.00 будет опубликован очередной доклад форума «Ученые против мифов-14» под названием «Магазинная еда, только ешки и вода». Выступал Денис Байгозин, химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании Мел Сайенс и вообще такой крутой пищевой химик, доклад был очень интересный. В субботу, 8 мая, 19.00 будет стрим с антропологом Станиславом Трабышевским и нашим большим другом, руководителем студии 3D-печати «Артефакт» Павлом Красновым. Паша Краснов, это вообще человек, который нам уже несколько лет печатает всякие замечательные черепа, скелеты, вообще вообще все, что вы видели, а, в 20.00, я сказал 19, в 20.00, да. Короче говоря, все, что вы видели, если вы были у нас на форумах, если смотрели какие-то видео, где Драбышевский или кто-то еще крутил в руках череп или показывал на какой-нибудь невероятный скелет велоцираптора или еще кого-нибудь, это все Павел Краснов. Вот. И в субботу будет стрим, посвященный как раз 3D-печати всяких палеонтологических находок. Посмотрите, это интересно, тем более, что, ну, многие уже сейчас имеют возможность сами что-то печатать. Тема, думаю, будет для вас актуально. В среду, в 12... Чего? Да-да, продолжай, продолжай. И в среду, 12 мая, через неделю, будет у нас онлайн-лекция зоолога Ивана Затевахина о гиенах и их эволюции. Я про гиен с большим удовольствием послушаю и вам рекомендую. Это будет на канале Антропогенеза. Да, Виталий? Да, я хотел просто добавить, что в пятницу планирую выпустить также лекцию Виталия Егорова, которая была совсем недавно у зануды. Она называлась «Зачем мы летаем в космос?» Там будет про нация, про Роскосмос, про SpaceX, в общем, много интересного. Скорее всего, в пятницу эта лекция также будет на канале Лаборатории Ночных Видео. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и тогда не пропустите. Ну, а мы продолжаем с вопросами. И следующий вопрос звучит следующим образом. Николай пишет. Хорошо, что можно, не ждать две недели, завтра пойду. Расскажите, пожалуйста, про риски при бронхиальной астме или при других хронических заболеваниях. Спасибо, обожаю ваши стримы, спасибо вам огромное за то, что смотрите. При бронхиальной астме, я так понял, что вакцинация, она не противопоказана. Вот единственное, что я на сегодня могу сказать. При многих других заболеваниях в общем-то тоже. Именно потому, что мы исходим из такого понимания, как соотношение рисков. И если человеку после перенесения ковида при наличии его хронического заболевания станет гораздо хуже, то есть увеличивается риск госпитализации, тяжелого течения, не дай бог, конечно, летального исхода и прочих осложнений, то для него вакцинация показана. Единственное, что, о чем мы можем сказать, что решение о вакцинации в таких случаях принимает лечащий врач. Это важно. То есть мы должны посмотреть, в какой стадии находится заболевание. Например, обострение, какие-то воспалительные явления, еще там что-то. Мы не можем в данном случае рекомендовать человеку прививаться. Нам сначала нужно загнать это состояние в ремиссию, чтобы человек нормально и без каких-либо проблем перенес вакцинный препарат. Они, конечно, имитация болезни, но возможны всякие различные проявления, как я уже сказал, возможный подъем температуры и снижение работоспособности на некоторое время, и другие встречаются осложнения, к сожалению, потому что ничего на 100% безопасного в мире у нас не существует. Это касается и вакцинат в том числе. Да, то есть этого как бы никто не скрывает. Но вопрос в том, что мы обмениваем гораздо меньшие риски на гораздо большие. То есть от риски от боевого настоящего коронавируса. А если есть некие состояния по любому направлению медицины, обязательно нужно консультироваться с лечащим врачом. Желательно, конечно, чтобы при этом он был адекватным. А вот это отдельная большая проблема, потому что, как показала история прошлого года, даже коллеги у некоторых, у них начинало сносить крышу, и они становились на, так сказать, рельсы ковид-диссидентства, антипрививочности и прочих-прочих интереснейших вещей. Поэтому я понимаю, что найти сложно с одной стороны. С другой стороны есть масса адекватных специалистов в онлайне. То есть есть люди, которые довольно активно ведут свои блоги в соцсетях. Они хорошо известны, медийны, то, что называется. У них, в общем, неплохая репутация по своим направлениям. Они не замечены ни в чём таком. Ну, по крайней мере, со своей кукухой они дружат. И поэтому имеет смысл поискать по их постам. Наверняка они писали про вакцинацию, про ковид и про свои профильные заболевания. Вот, наверное, это один из вариантов. Если владеете английским, проблема снимается вообще полностью и целиком, потому что практически все зарубежные крупные врачебные ассоциации специализированные, они уже отписались по этим вопросам. То есть, они указали, по каким критериям нужно давать разрешение на прививку. Ну, например, европейское эндокринологическое общество, на которое, в общем-то, и наши эндокринологи ориентируются, они выпустили специальное заявление, в котором было сказано, что, например, аутоиммунный тиреоидит не является противопоказанием к вакцинации, никаких долгосрочных или там краткосрочных ужасных последствий для пациентов нет, а заболевание ковидом однозначно для них является высокорисковым состоянием, поэтому мы его обмениваем на вакцинацию. Ну, вот примерно так. Практически все, еще раз повторюсь, профессиональные организации уже на эту тему высказались. Можно найти на английском языке, на русском пока что еще такой информации маловато. Спасибо. Светлана Карабибер также говорит нам спасибо, присылает донат, спасибо вам за поддержку. Маруся пишет, в феврале была вторая прививка, в конце марта сдала мазок в поликлинике ковид. Три дня давление скакало до 160, других симптомов не было через неделю, все ок. Я та счастливица, которая заболела после прививки. Ну, вот, да, к сожалению, 10% заболевают, у меня туда попала сестра, например, средняя с семейством, они тоже привились и тоже переболели. Но тут нужно понимать, да, что мы все-таки таким образом защищаемся от госпитализации, от тяжелого течения, от летальных исходов. И вот это как раз по всем странам показано очень даже неплохо. Что интересно, у нас есть даже экспериментальная страна по спутнику, потому что я долгое время рассказывал в стримах, что у нас есть экспериментальная страна по файзеровской вакцине, это Израиль. А у нас есть, оказывается, ну, конечно, меньшего масштаба, но все-таки страна Сан-Марина, которая не входит в Европейский Союз, является анклавом, окруженным итальянскими регионами. Ну, а вот она, как раз, больше половины населения там привита спутником. И кому интересно, поищите статистику по Сан-Маринам, посмотрите, что у них там с ситуацией по коронавирусу. Я сразу скажу, что после окончания вот этой, после перехода за половину привитого населения, у них наблюдается очень четкое снижение заболеваемости, госпитализации летальных исходов, не только по сравнению с предыдущими ситуациями, но и по сравнению, например, с граничащими итальянскими регионами. Там тоже очень интересно, можно поискать статистику, сравнить. И, в общем-то, да, мы можем утверждать с некоторой долей уверенности, что все-таки спутник довольно неплохо работает, и эта вакцина действительно мирового уровня. О двух наших остальных вакцинах пока что сказать такого нельзя, да, потому что по ним еще очень-очень мало информации. Появится больше, будем говорить больше. Спасибо. Дмитрий Калинин говорит, спасибо вам всем за прожектор адекватности во время пандемии идиотизма. Спасибо вам, Дмитрий. Да, Александр, у тебя, кстати, там сзади прекрасный прожектор, его очень хорошо видно. Вот это вот и есть, этот самый. Да, видимо, это он и есть. Ой, прожектор адекватности. Вот он, замечательный. Надеюсь, его не вырубят сейчас в течение трансляции. И София Ка тоже пишет, спасибо, и много вам сил и здоровья для борьбы с конспирологами. Спасибо вам, София. И, наконец, Кукурузка пишет, недавно в гостях услышала от верующих, что церковь не разрешает прививку, якобы она делается из чего-то запрещенного. Неужто это официальная позиция РПЦ? Вы знаете, я общался с различными представителями, в том числе РПЦ и Московского патриархата в свое время, и задавал им вопрос о прививках. Так вот, они абсолютно адекватно к этому вопросу относятся. И, да, могут быть проблемы, например, связанные с тем, что клеточная среда, на которой выращиваются вирусы, когда-то очень давно, в 60-х, в 70-х, по-моему, в начале 70-х годов была получена от человеческих абортивных эмбрионов. Но, как вы понимаете, такие среды есть во всем мире, не только в нашей стране. Поэтому была выпущена специальная, например, папская энциклика, то есть, это мы пока что говорим о католической церкви, а потом и была в том числе официальная позиция РПЦ озвучена на эту тему, что, да, в свое время грех был, но этот грех был на тех людях, которые брали эти клетки изначально, как бы. А дальше действует концепция допустимого зла. Вот так они это дело обзывают. И при этом болезнь считается абсолютным злом в этой системе мер. Поэтому меньшее зло, да, то есть, мы таким образом, мы делаем благое дело, мы боремся с болезнью, мы не даем человеку умереть раньше времени, да, и вот такая позиция, она, в принципе, характерна и, повторюсь еще раз, и для католичества, и для РПЦ, то есть, ее озвучили неоднократно. Другой вопрос, что там бывают отдельные какие-то служители, да, которые действительно такую позицию преподносят, пропагандируют, проповедуют и так далее. И неоднократно приходилось встречаться с ситуациями, когда вопрос по ним задавали каким-то более вышестоящим органам РПЦ, скажем так, и тем товарищам прилетало, вплоть до того, что их, ну, я не знаю, как это правильно так называются, но снимали с должности, в общем, скажем так, за излишнюю ретивость не по делу. Поэтому, если вдруг вы такое дело слышите, например, ну, ладно, в гостях это как бы мы послушали и ушли, но если вдруг кто-нибудь приходит, такое дело слышит, то можно задать вопрос, что называется, у начальства, и спросить, эту позицию разделяет ли начальство и церковь, как таковая, но еще раз повторюсь, насколько я знаю, они занимают довольно четкую пропрививочную позицию, признавая, что да, действительно, это вещь, которая позволяет спасать жизнь людей. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос от Александра Калмыкова. В детстве, в три года, 1980 год, сделали прививку от кори, после которой стремительно развился нейродермит. Может совпадение, но нет. На что обратить внимание при прививании от ковидла, тип вакцины, аллергические тесты? Ну, тут, конечно, как вы понимаете, скорее всего, все-таки совпадение, потому что нейродермит для кори, для именно прививки все-таки не характерен. Там есть определенный перечень поствакцинационных осложнений для этой вакцины. Здесь в чем разница? Дело в том, что прививка от кори, она до сих пор остается одной из немногих живых вакцин. Для нее, да, действительно, есть некоторые ограничения, для нее есть некоторые, скажем так, свои нюансы, которые ни на одну из ковидных вакцин не распространяются. Поэтому, думаю, никаких особых здесь вопросов быть не должно. Нет, ну, конечно, вы можете уточнить у лечащего врача, если он адекватен, либо поискать позицию, скажем, общества дерматологов какого-нибудь зарубежного или европейского, скажем, или американского, посмотреть, что они там по этому поводу пишут. Но как-то мне не встречалось нигде такого описания, что при нейроидомитах у нас противопоказана прививка от ковида. Спасибо. Владимир спрашивает, а есть ли новые данные по лечению постковинного синдрома? И спасибо за просветительскую работу. Пока что, к сожалению, ничего особо нового не появилось. То есть, мы по-прежнему не представляем, почему эта зараза развивается. Да, есть некоторые гипотезы, их становится все больше, они накапливаются. Но, что касается лечения, знаете, исключительно такая вещь, что называется эмпирически. То есть, мы идем на ощупь в этом направлении, не понимая причин, то есть, не понимая глубинных механизмов, мы пока что на них можем воздействовать именно методом проб и ошибок. А давайте вот это попробуем, а давайте вот это попробуем. Единственное, что на сегодня есть, и она накапливается, довольно мощно накапливается. Чем больше данных этих появляется, тем с большим оптимизмом, скажем так, мы можем смотреть в сторону вакцин. Именно потому, что похоже на то, то есть, это пока что не стопроцентное утверждение, это пока что наблюдение, которое сегодня реализовалось в виде препринта, то есть, пока еще не опубликованной статьи, в том числе первой по этой теме. Но, тем не менее, похоже, что люди, которых прививают во время постковидного синдрома, они гораздо быстрее с ним справляются. Причина не ясна, но вот есть такое наблюдение. По остальным же вещам, как справляться с остыней, с тахикардией, с повышенным давлением, пока что бьют по хвостам, то есть, пользуются симптоматической терапией. Исключительно так. Ситуация тяжелая, сколько она продлится, вообще не ясно, поэтому для меня, если честно, по-прежнему остается большой загадкой, почему люди готовы абсолютно легко променять более-менее известные риски вакцинации на абсолютно неизвестные и непредсказуемые, во-первых, течения ковида, и, во-вторых, самое главное, его последствия, про которых мы еще толком ничего не знаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, говорим, Лиз Делбек. Пока есть возможность привиться только сенофармом два раза или один раз сенофарм и один спутник. Как лучше? Вы знаете, здесь, в общем-то, без разницы. Получается, что так, что так, вы в любом случае примерно один набор антигенов получите. Поэтому, как вам удобно. На самом деле, в данном случае особой разницы я не вижу. Спасибо. Спасибо. Евгений Герасименко спрашивает. Здравствуйте, участвует ли вирус ковида в эволюции? О, это интересно. Это надо эволюционерство спросить кого-нибудь. Ну, вы же понимаете, да, что, как бы, в любом случае этот эволюционный момент присутствует, потому что вирус эволюционирует и явно мы как-нибудь эволюционируем к нему приспосабливаясь. То есть, это такой совместный процесс. Так что, наверное, да. Наверное, да. Единственное, что мы засечь не сможем это, да, пока что. Ну, может быть, и сможем засечь, там, взять, сравнить, там, частоты каких-то генов в популяциях, там, посмотреть. Я думаю, что пока что не до этого, да, то есть, пока что люди занимаются изучением других, более насыщных вопросов, а до этого дойдем как-нибудь потом. Ну, скорее всего, наверное, да, должны по идее, как любые болезни, они у нас как бы регулятор численности и вполне себе важный, до сих пор действующий фактор эволюции, это правда. А разве появляющиеся штаммы не являются одним из признаков новой штаммы? Это эволюция вируса, а вопрос был про нас. А, ну, да. Но тут не очень понятно, участвует ли вирус ковида в эволюции просто? Я думаю, что в эволюции человека, то есть, я вот так это услышал. Ну, возможно, да. А так-то, да, конечно, он эволюционирует, причем, вот это как раз очень хорошо заметно. Да, это мы отлично отслеживаем. А вот как он влияет на нас, пока, наверное, должен, по идее, влиять, но фиксировать это пока, наверное, еще не начин. Не готов сказать конкретно по этому направлению, а то, что вирус эволюционирует, это без вопросов. Вопрос от Ксении Диметри Целест. Знакомая переболела ковид, будучи беременной. Ребенку на втором месяце жизни поставили диагноз спинально-мышечная атрофия первого типа. Есть ли связь? Нет, связи абсолютно нет, потому что спинально-мышечная атрофия первого типа это чисто генетическое заболевание, то есть, должны были совпасть гены от матери и отца в гомозиготном состоянии два дефектных гена, то есть, те, которые подавляют синтез функциональных белков в моторных нейронах спинного мозга. Это связано исключительно вот с такими ситуациями. То есть, это чисто генетическое заболевание, ковид тут. Ну, вы понимаете как? То есть, мы можем предположить, что, может быть, он проник, так сказать, в организм ребенка, добрался там до спинного мозга и там что-то нарушил. Но для этого у нас нет никаких оснований. Вот если появятся такие данные, скажем, да, тогда мы сможем это говорить. Пока что, скорее всего, нет, да, потому что это чисто генетическое заболевание, связанное именно с дефектами у родителей. Это надо получить две дефектные копии гена от родителей. Спасибо. И мы говорим спасибо Владимиру Степпу за поддержку. Спасибо. Огромная благодарность Алексею Валерьевичу. ТС подписался или подписалась. Спасибо. Так, и Роман Якимов. А как и когда прививаться переболевшим? Значит, здесь у нас примерно такая ситуация на сегодня. У нас никаких пока что четких документов на эту тему нет. Но есть такие своеобразные консенсусы мировые. Во-первых, это промежуток между тремя и шестью месяцами после выздоровления. Почему 3-6? Потому что считается, что среднее время возможного повтора, то есть возможного возвращения инфекции, это где-то 7 месяцев на сегодня. И не исключено, что действительно, это ковид тоже может вернуться. Поэтому вот в этот промежуток, примерно от трех, чтобы нормально ее перенести, эту самую прививку, без каких-либо осложнений со стороны иммунной системы и других органов и систем. И вот примерно до 6, чтобы защитить себя от возможного возвращения ковида. Пока так. Если появится какой-то руководящий документ, да, естественно, мы об этом обязательно везде расскажем, напишем, может быть, видео запишем, еще что-то в этом роде. Пока что четкого документа, регламентирующего вопрос прививания переболевших, у нас нет. Но есть и позиция ВОЗ, и позиция отдельных регуляторов. Примерно между тремя и шестью месяцами. Спасибо. Леша Бирюков говорит спасибо. И присылает донат. Спасибо вам огромное за поддержку. Алексей пишет. Здравствуйте, Алексей. Почему Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не одобрило спутника? И как долго проходит эта процедура? Процедура может проходить от нескольких недель до бесконечности, как вы понимаете. И я думаю, что здесь играет роль все-таки и политические факторы, и экономические, и все остальные. Потому что было сразу сказано, что на эту поляну спутник не пустят, потому что на этой поляне пасется Файзер. И под него, как вы понимаете, зачистили. И других, в том числе европейских производителей, они все были проблемными, а проблемы Файзера как бы немножко замалчивались. Хотя у них там тоже встречались всякие интересные вещи. Ну, по крайней мере, на том же уровне доказательности, как с теми же Астрозенекой, скажем, или Джонсон и Джонсон, и прочими вещами. Так что нужно учитывать, да, что это, конечно, все здорово и замечательно, но политика и экономика здесь играют не самую последнюю роль. Что, конечно, прискорбно. Спасибо. Спасибо. Вопрос задает... Так, сейчас я потерялся тут. А, вот все. Алексей. Нет, нет, нет. Ирина Бамед Гасанова. А, она не задает вопрос, она просто осталась спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо. И вопрос от Мариши. Когда следующая приема сортировочная? Комментария рассказывает, что пора. Это понятно. Ну, посмотрим. Может быть, в эту субботу, если все будет хорошо, тогда, может быть, в эту субботу действительно нужно провести, потому что накопилась масса информации. Произошло много интересного, начиная с бразильского сериала, который все еще до сих пор идет, ну, и прочих вещей. Наверное, посмотрим. Может быть, субботу удастся провести, но не готов сказать на 100%. Вопрос от Вани. Спасибо большое за ваш труд. Скажите, пожалуйста, у жены нашли антитела при походе на прививку. Симптомов вообще не было ни у кого. Можно ли делать прививку? Или она уже вообще не нужна? Нет, можно, ничего страшного в этом не будет, потому что почему-то начинают рассказывать какие-то ужасные вещи, что все антитела нейтрализуются. Вот если вы сделаете вакцину после переболевания, то все антитела нейтрализуются. Но это, конечно, вещь, которая никакого обоснования под собой не имеет. И даже, еще раз повторюсь, и Всемирная организация здравоохранения, и все местные службы санэпид, они говорят в один голос о том, что сегодня можно и нужно прививать переболевших в том числе, потому что вирус изменяется, он прекрасно эволюционирует. У нас уже есть прекрасный индийский штамм, который массово распространяется, ну, точнее, правильно говорить, индийский генетический вариант, который массово распространяется уже и по европейским странам, и вроде бы как у нас его уже даже засекали. Так что защита в данном случае лишней не бывает. Спасибо. Следующий вопрос задает Дмитрий. И он спрашивает, Алексей, вы были участником испытаний вакцины «Спутник Вейн». Когда планируется привиться еще раз, какой вакцин? Я, в принципе, планирую где-то к осени сделать буст кови-вакам. Вот примерно так. Планы такие. Получится, не получится, посмотрим, но я сильно постараюсь. Спасибо. Елена задает вопрос. В Казахстане увеличили интервал между первой и второй частями вакцины «Спутника» до 45 дней. Можете прокомментировать это? Значит, сами производители показали, и рассказали об этом, что увеличивать интервал между первой и второй дозой можно. Ничего страшного в этом не происходит. Иммунитет формируется примерно так же, то есть без каких-либо осложнений. И не исключено, что, может быть, их станут разносить и дальше. То есть идея в чем? Мы сначала делаем Prime, то, что называется, то есть первую вакцину, собственно, вакцинацию, а потом через несколько месяцев, например, мы делаем буст, то есть даем более сильный толчок для нашего иммунитета, как бы повторно ему напоминая, что вот смотри, у нас вот еще генетический материал этого самого вируса или его запчасти, с которыми мы тебя-то раззнакомили в первой серии. Вот сейчас у нас вторая серия, давайте мы на нее среагируем хорошенько. Не исключено, что такой подход будет, может быть, даже более эффективным. Посмотрим. То есть это сейчас изучается. Но сам факт остается фактом, что можно разводить без каких-либо дефектов в смысле формирования иммунного ответа. Спасибо. Спасибо. И благодарим Николая Моисеева, который стал спонсором канала Лаборатории ночных видео. Евгений Хусей, он, не знаю, как-то так, пишет. Большой респект господину Водовозову. Вам спасибо, Евгений, за поддержку. И некто с ником Уценка марсианских свиней пишется. Добрый вечер, господа. У ковида, говорят, есть отдаленные малоизученные последствия. А могут ли быть таковые от спутник 5? Ви, которые, да. Значит, здесь важная вещь, я уже неоднократно повторял, что любая вакцинация это имитация. То есть, это не настоящий инфекционный процесс со всеми его последствиями, всей остальной вещью, а это имитация. И самое главное, что после спутника или после маронковых вакцин никаких следов вообще не остается. То есть, эти клетки убиваются, уничтожаются, в которые встраивается, например, аденовекторы, например, если мы говорим о векторных вакцинах, либо в которых МРНК доходит до рибосомы и не начинает производить С-белки, эти клетки уничтожаются Т-клеточным иммунитетом. Поэтому никаких следов пребывания не остается вообще. В принципе. И это довольно быстро. Надо сказать так, что у нас вот эти вот дефекты, они обнаруживаются очень шустро иммунной системой. И, может быть, поэтому как раз нам и требуется, например, две или там даже три дозы для того, чтобы иммунитет это дело закрепил, запомнил уже окончательно, сформировал нужные пулы клеток памяти, причем и Т-клеток, и Б-клеток. И, да, действительно, в следующий раз, когда придет ковид, чтобы он с ним очень быстро справился, не дав ему из стадии инфицирования перейти в стадию клинически развернутую. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Ирэн Гейтс. Может ли вирус эволюционировать так, что вакцина не сработает? Теоретически, да, естественно. То есть, мы не можем отрицать, что такое, в принципе, возможно. У нас довольно много вокруг интересных вирусов, которые, да, действительно, прекрасно эволюционируют. И тот же вирус гриппа яркий тому пример. нам приходится каждый раз корректировать состав вакцин для того, чтобы он был не просто актуальным, но еще и эффективным. И самое главное в этом направлении то, что мы даем возможность вирусу резвиться на оперативном просторе. То есть, если это касается вируса гриппа, то у него есть масса резервуаров не человеческих, а животных. То есть, он живет в прилетных птицах, в куче других животных, в огромном количестве действительно самых разнообразных живых существ. Он может перескакивать туда-сюда, в каком-нибудь из зверей еще рессортировать, то есть, меняться между разными вариантами набора генов, получать такую прекрасную новую разновидность, новый сиротип, он выскакивает, вот вам подарочек от меня, и начинает еще и по человечеству это проходиться. Пока что, если мы говорим о коронавирусе, именно этом SARS-CoV-2, то он бегает только по людям. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки миллиардная, несколько миллиардная популяция. И если мы будем позволять ему резвиться и дальше, то он вполне себе сможет доэволюционировать до чего-нибудь, скажем так, умело убегающего и от антительного иммунитета после переболевания, скажем, и от того же антительного и клеточного иммунитета после вакцинации. С другой стороны, да, это, в общем, довольно быстро решается изменением состава вакцин, чем, опять же, хороши вот эти платформенные вакцины, и МРНК, и векторные, они удобны тем, что мы просто меняем кассету как бы внутри, да, с геном С-белка, например, или другого белка, который вдруг станет актуальным, и получаем нормальную рабочую новую вакцину, которая будет защищать уже от нового штамма. Спасибо. Полина Черний задает следующий вопрос. Две недели назад по незнанию привилась первая доза, видимо, эпивак. В местном периодичном пункте спутники теперь отказывают. Сказали, приходить через год. Как быть? Ставить вторую дозу эпивак? Ну, видите, там еще и третью. Говорят, что нужно делать, не ставить. Я у себя в стриме учу, давайте будем учиться и здесь говорить правильно. То есть, вакцины мы не ставим, как и уколы мы не ставим, мы их делаем. Или вводим. Тоже один из вариантов. Значит, одна из таких схем, которая срабатывает в этом случае, я просто таких людей знаю, они просто приезжают в Москву или в другой крупный город, где прививают в торговых центрах. там не спрашивают, что конкретно. Точнее так, спрашивают, конечно, но можно умолчать. И я уже знаю множество примеров, когда люди приезжали сюда из других регионов и без каких-либо проблем прививались спутником. Приезжали два раза, получали двукратную дозу. То есть, в этом смысле ситуация вполне себе разрешима. Ну, конечно, она связана с дополнительными затратами, то есть, с поездкой в Москву либо другой крупный город, где спутник в наличии, в том числе во вне больничных прививочных пунктах. Спасибо. Павел Волков такой приятный, одобряющий и ободряющий коммент прислал. Спасибо за то, что проливаете свет. Вы как Бэтмены. Еще можете как-нибудь поотвечать на вопрос в приложении RENET UP. Там тема науки как раз еще не заполнена и понятиями честно говоря, что это такое. Но спасибо вам огромное за то, что вы нас поддерживаете. Надежда Гельманова пишет. Добровольно и осознанно привилась вся семья и весь отдел на работе. Спасибо, мы вас любим. Спасибо, мы вас тоже. Екатерина пишет. А что за испытание трех доз векторной вакцины? Спасибо вам. Написано векторовской. Векторовской вакцины. Да, да, да. То есть, это буквально на днях или чуть ли не сегодня по-моему появились сообщения о том, что вот эту вакцину пиваккорону, что во-первых у 90% случайно случайным образом выбранных людей, которые уже прививались, у них определены антитела. Правда, при этом не уточняется они нейтрализующие и просто так, да, то, что называется маркирующие. И что не исключено, что потребуется, значит, и третья вакцинация в том числе для того, чтобы именно она стала там максимально эффективной, там, обеспечила полноценную защиту чуть ли не на всю жизнь и что-то в этом роде. Ну, в общем, такая очередная пиаровская вещь без какого-либо подтверждения научными публикациями. Вот, это вот очень грустно. Потому что все, что у нас на сегодня есть, это парад пресс-релизов и парад комментариев в СМИ. Это все, конечно, очень здорово, но хочется, чтобы было нормальное, в том числе, обсуждение в научном мире. Я понимаю, конечно, что все посмотрели на спутник и как-то не очень хотят повторения с одной стороны, а с другой стороны, а как еще? Какие еще есть варианты? Спутник хотя бы дерется, да, то есть, он, конечно, там делает ошибки, набивает шишки, я так надеюсь, они из этих ошибок сделают выводы, как нужно реагировать на разные претензии в том числе, но тем не менее, да, то есть, они на слуху, они, так сказать, не боятся идти вперед, они предоставляют информацию та, которая у них есть, вот та, которая есть, ту и предоставляют, а здесь такой максимально закрытый режим, я бы сказал так, сообщение, которым мы должны почему-то верить, а если мы говорим о научно обоснованной и доказательной медицине, то она на вере не издеждится совсем, здесь работают иные принципы. Спасибо. Ленур или Ильнур Валеев, поддерживает нашу трансляцию, спасибо, Ильнур и Драгаул пишет, водовозы вычипировали, можем ли мы ему доверять? Это много из комментариев к видео. Да, нет, доверять-то мы ему, конечно, можем, единственное, что мне надо сходить к вышке и скачать новое обновление, потому что я боюсь, что у меня устаревшиеся эти версии, драйверы и прочее, периодически перед глазами проносится такая строчка, что вам нужно, так сказать, обновить ПО, но я не знаю, оно работает. Зачем трогать то, что работает? Мне нравится. Ну, прошивку, как сказал Алексей, уже он будет делать ближе к осени, так что. Да, там будут уже перепрошивки. Будут переходить на отечественное программное обеспечение целиком. Спасибо. Елена Ересько, а вакцины против Эбола и свиного гриппа куда делись? Никуда. Они, собственно говоря, как были, так и существуют. Те же вакцины против свиного гриппа, ну, в смысле, против H1N1, мы говорим, он до сих пор у нас актуален, то есть, он сейчас находится в постпандемической фазе и добирает остатки, что называется, остатки чувствительных. Правда, в этом сезоне ему крупно не повезло. В этом сезоне его тупо не было. То есть, его забили вот этими противоковидными мерами. И, кстати, вот эта прекрасная иллюстрация того, как может выглядеть гриппозный мир без прививок. Потому что неоднократно говорили, зачем? Зачем нам эти прививки? Да, ну, зачем? Вот затем, как выяснилось, чтобы полностью избавиться от гриппа, у нас есть как бы два варианта. Мы либо делаем прививки, либо, как сейчас, сидим в локдаунах, никуда не ездим и, так сказать, носим маски, перчатки, валенки и ушанки. Вот примерно так. А так и разработки, кстати, идут, и то, что сейчас происходит с коронавирусом, оно подтолкнуло еще и те группы, которые работают над универсальными гриппозными вакцинами. Были сообщения о том, что разрабатываются в том числе комбинированные вакцины против коронавируса и гриппа одновременно. То есть, наука сейчас получила такой неплохой пинок, для ускорения. И я не исключаю, что мы в будущем увидим либо МРН-ковые вакцины против гриппа, либо векторные, либо еще какие-нибудь интересные вот эти вот новые. Может быть, мы найдем наконец-то вариант, что один раз сделал вакцину от гриппа и все, там лет на 10, предположим, или на 20 ты защищен. Не как в современности, что нужно каждый год подкалывать, что называется, да, то есть обновлять вирусную базу до актуальных значений. Спасибо. Спасибо. Ну, Фасаилу тоже скажем спасибо за то, что он стал спонсором канала лаборатории ночных видео, перешел на вертолаборант. Спасибо вам за поддержку как здесь, так и на патреоне. Техник 13 пишет. Здравствуйте. Может ли человек переболеть гипотетическим вирусом А, потом переболеть гипотетическим вирусом Б и в итоге получить иммунитет гипотетическому вирусу С? Ну, что-то вроде такого действительно показано на коронавирусе. То, о чем вы говорите, это кросс-иммунитет или кросс-реакция иммунной системы. Для этого, конечно, эти вирусы должны быть похожими друг на друга. и в прошлом году ученые озадачились таким феноменом люди в семьях, там, где заразились все ковидом, а вот один-два человека не заразились, не заболели. Их стали сдавать в поликлинику на опыты по всему миру, в нашей стране в том числе. Я помогал таких людей находить в исследовательской группе нашей здесь. И выяснилась одна интересная вещь. Эти люди довольно активно болели человеческими коронавирусами. Ну, я думаю, не секрет, что у нас есть четыре человеческих коронавируса, которые уже в свое время когда-то давно перескочили из животного мира в наш и стали чистыми антропонозами. Мы ими болеем каждый сезон РВИ. Сталкиваемся так или иначе. Так вот, у этих людей иммунитет клеточный оказался настолько прозорливым, что он распознал по характерным вот этим вот участкам новую коронавирусную инфекцию. Он принял ее за человеческую и эффективно уничтожил. То есть, не дал клеткам инфицированным превратиться в фабрики по штамповке новых вирусных частиц. Вот такая кросс-реакция. Она действительно наблюдалась у, правда, очень маленького процента популяции, но некоторые люди, да, действительно оказались защищенными от новой коронавирусной инфекции именно вот на таком уровне, переболев родственникам. Спасибо. Следующий вопрос от Ирины Мамедгасановой. Она пишет следующее. Огромная благодарность Алексею Валерьевичу за медпросвет высшего качества. Всегда с удовольствием смотрим ваш стрим. Скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то крупные исследования на тему снижения роста других инфекционных заболеваний на планете за последний год? Да. В первую очередь, как я уже сказал, это грипп. По нему уже написано масса работ всяких разнообразных, масса обзоров, всего остального, все прям шибко радуются. Как все здорово. Что интересно, вниз пошла и корь. В том числе, ну, тут логично, опять же, то есть, то, что связано с воздушно-капельной инфекцией, поскольку все массово надели маски и стали прятаться друг от друга, это сработало. В том числе и для кори. Ну, и, к сожалению, для производителей противодиарейных средств, вниз пошли и кишечные инфекции, в том числе. Люди стали мыть руки, люди стали тщательно следить за гигиеной, и это сказалось, опять же, лучшим образом именно на обстановке с кишечными инфекциями. Как минимум, вот по этим направлениям очень четко заметны действительно такие сильно отличающиеся тенденции от того, что было в 2019 и в предыдущие годы. спасибо. Спасибо. И вопрос от Vax72. В СССР был регламент реагирования на сезонные заболевания ОРЗ, ОРВИ, грипп, прививки от гриппа с 2019 года. Сейчас идет статистика только ковид. Где статистика по ОРЗ, ОРВИ, сезонному гриппу? Они исчезли? Грипп исчез. Я уже неоднократно говорил о том, что грипп исчез. Ну как, он, конечно, не в ноль, но до единичных случаев. Это правда. А остальные ОРВИ никуда не делись. Например, риновирус, он как был, так и есть. И мало того, есть исследования, которые показывают, что это конкуренты. Риновирус и коронавирус. То есть, если в один и тот же организм приходят Рина и корона, Рина побеждает. И даже если в организме был коронавирус, а потом туда приходит Рина вирус, то он его вытесняет. Он не дает ему развиваться. То есть, там у них тоже свои разборки. Естественно, межвидовая и внутривидовая борьба. Без этого никак. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Екатерины. Если спутник не зарегистрирует ВИЭС, то придется перевиваться одной из вакцин зарегистрированных ВИЭС для путешествий и ковидного паспорта. Сколько времени от двух до спутника должно пройти, чтобы перепривиться, например, Пфайзером? Тут, как вы понимаете, возникает масса вопросов. Дело в том, что далеко не все вакцины признаны европейским агентством по лекарственным средствам и американским. Это получается, что они будут как бы ущербными или еще каким-нибудь там? Скорее всего, нет. Просто потому, что ковидные паспорта, но опять же, на сегодня мы пока не представляем, как конкретно они будут выглядеть. Международные имеются в виду, те, которые будут признаваться всем миром. Есть отдельные страны, которые вводят те или иные режимы допуска. Ну, например, Израиль на сегодня, да, действительно сказал так, что он будет признавать сертификаты вакцинации только для вакцин, признанных европейским и американским регулятором. В некоторых странах, в азиатских странах, например, опять же, как свидетельствует практика, срабатывают QR-коды с госуслуг после прививки коронавирусом. Этого, в принципе, становится достаточно для того, чтобы либо покинуть страну, либо в нее въехать. Если мы говорим о международном понимании, да, то есть, о международном паспорте, то, скорее всего, он не будет на какую-то конкретную вакцину ориентироваться. Просто потому, что у нас, например, тогда очень быстро выпадут переболевшие. Как с ними-то быть? Им не обязательно прививаться. То есть, да, они могут прививаться, но они же не обязаны это делать. Поэтому есть такое предположение, то есть, пока что на 100% этого сказать нельзя, но есть такое предположение, что ориентироваться будут на антитела. Потому что, какая разница, они получены, эти антитела, после болезни, после признанной европейским регулятором вакцины или после непризнанной. Если и там, и там, и там одинаковые антитела, то какая разница, откуда они взялись. Поэтому это все еще обсуждается, и форма, и как это будет выглядеть. Если говорить о том, через какое время прививаться, ну, в принципе, чуть ли не сразу. Ну, наверное, нужно ориентироваться на переболевших. То есть, я бы рекомендовал смотреть вот на эти сроки, то есть, где-то от 3 до 6 месяцев, ближе туда, наверное, к 6. Но это предположение. То есть, оно не основывается ни на каких документах, ни на каких исследованиях. Пока что эту позицию я не могу ничем подкрепить. Это просто чисто речное мнение. Спасибо большое. И говорим спасибо одной сове, который прислала нам донат и сказала просто спасибо. Просто пожалуйста. Лиз Далдайк нова. Любая вакцина лучше, чем никакая Синофарм, в скобочках. Да. Я согласен с этим положением. Просто потому, что ковид при любом раскладе он хуже, чем любая из существующих на сегодня вакцин. Отлично. Ксюша говорит огромное спасибо. Также с донатом спасибо за поддержку. Алексей ошиблись и сделали две первые прививки спутника. Выждал и сдал анализ. Он показал 114 единиц. Что делать дальше? Жить и радоваться. На самом деле у вас очень неплохой результат. Как я понимаю это по диасарину. То есть система итальянская диасарин. Это очень 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 неплохие цифры. Все то есть дальше все как положено. Все как так сказать для обычных людей привитых. вы продолжаете соблюдать масочный режим и прочие противоэпидемические меры. Но при этом для себя можете немножко успокоиться в том смысле что даже если вдруг вам кто-нибудь подсунет какой-нибудь злобный вариант коронавируса вы все равно переболеете в более легкой форме. Скорее всего обойдетесь без госпитализации. Ну из планеты вас эта инфекция все-таки не выбьет. Так что можете за себя порадоваться. и мы за вас тоже порадуемся. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Озбурн. Есть ли видео про побочки от ковид-вакцины? Они должны быть. Вот что интересно видео имеется в виду. И что здесь имеется в виду? Видеоролики как падают там люди в судорогах или еще в чем-нибудь. Вот это не очень понял. Может быть описание побочных имеется? Я понял. Описание побочных они есть везде. Строго говоря можно зайти на сайт государственного реестра лекарственных средств например почитать там инструкцию к Виваку и к спутнику. Можно зайти на сайт американского регулятора почитать инструкции к файзеровской к модерновской вакцине и Джонсон Джонсон тоже. Можно зайти на сайт европейского агентства по лекарственным средствам почитать там обзоры в том числе по безопасности они регулярно выпускаются. Что интересно можно посмотреть например отчеты аргентинского Минздрава там тоже регулярно описываются побочные эффекты они все фиксируются естественно они все описываются и все это есть например в том числе и даже в обзорах да то есть таких довольно крупных уже обзорах на сегодня например такой есть по оксфордской вернее по прошу прощения он называется оксфордский обзор его можно поискать именно по таким реквизитам там обобщены данные по безопасности векторных и мрнковых вакцин ну в первую очередь конечно AstraZeneca Pfizer и Moderna в основном по ним трем так что вся информация есть ее нужно просто чуть-чуть буквально поискать спасибо Эльбарда следующий вопрос задает можно лечиться риновирусом от коронавируса спасибо за стрим это интересный на самом деле вопрос но это примерно как лечиться от малярии сифилисом или наоборот от сифилиса малярии надо сказать что вот эта методика да да мы конечно понимаем что сифилис это очень тяжелая инфекция с распространением на все органы и системы с поражением головного мозга в том числе а малярию мы в общем теоретически могли бы изгонять при помощи того же гидроксихлорохина кстати например вот здесь то есть он он как раз работает или артемезинина то же самое и эта идея в первой половине даже первой трети 20 века оказалась настолько прорывной что за нее даже нобелевскую премию выписали Юлиус фон Яурек кому интересно можно поискать описание его открытия оно мягко говоря необычное то есть эта идея витала в умах как вы понимаете но тут нужно опять же соотносить риски нам нужно показать что вот при таком заражении при намеренном заражении риновирусом у нас да действительно у человека без каких-либо осложнений и там в ощутимом проценте случаев либо исчезает коронавирусная инфекция либо она протекает более легко тут же вы же понимаете да то о чем я рассказываю это все-таки находки на клетчатых культурах которые потом подтверждаются на то что называется животных моделях а вот на людях в чистую что называется в клинической практике ну вот пока такого не подтверждалось хотя да повторюсь идея интересная я надеюсь что ее изучат и предложат один из вариантов может быть это станет таким своеобразным меньшим злом да действительно спасибо спасибо вопрос от алекса с интересно почему воспаляются лимфоузлы и про западные вакцины это говорят и от спутника тоже они не воспаляются они реагируют и это норма да так должно быть дело в том что очень многие почему-то считают что вакцина действует по всему организму то есть она попала в кровь она разнеслась там по почкам по печени по прочим нашим запчастям ну в общем не совсем так вакцина действует в месте введения то есть вся вот эта вот обучающая история она вся в мышце в месте введения туда стягивается сила иммунитета и потом все это дело перемещается в ближайший регионарный лимфоузел и именно поэтому например подмышечные узлы могут вполне себе реагировать и об этом даже специально пишут потому что врачи начинали делать диагностическую ошибку у женщин которые привиты вакцинами у них делали такую ложную стойку ой а это же рак наверное молочной железы потому что уплотнение вот такое не очень понятное на ровном месте вроде бы уплотнение именно подмышечных лимфоузлов это повод для биопсии и для прочих исследовательских манипуляций чтобы исключить именно рак молочной железы так вот даже специально вышло такое обращение да и специальная такое позиция специалистов что не торопитесь сначала уточните у женщины а не делали она вакцину ближайшие там не знаю пару месяцев то что лимфоузел реагирует и он увеличивается это хорошо это означает что там начинают штамповаться клетки памяти то есть вот как раз эти клетки иммунной памяти они формируются там не на месте а вот там в лимфоузлах эти самые пулы будут множиться размножаться распространяться по остальным нашим лимфатическим узлам оставаться там на страже что называется потому что как раз лимфоузлы и являются нашим складом где хранится информация о всех возбудителях с какими мы когда-либо сталкивались и когда они приходят повторно именно оттуда и начинается наш либо постинфекционный либо вакцинный иммунитет спасибо димитрий задает следующий вопрос здравствуйте алексей супруга в октябре двадцатого года переболела ковид девятнадцать а в октябре в конце сентября делал прививку от гриппа и не заразился короной от супруги в марте привился и была урвишная реакция как сработал мой иммунитет не понимаем но видимо он сработал все-таки хорошо то есть он справился с этой нагрузкой с этой задачей непростой и не подвел вас что в общем-то очень даже хорошо спасибо так дальше дмитрий конков спрашивает алексей спасибо за ваши стримы вопрос астрозенка сейчас или файзер через месяц а вот это очень сильно зависит от типа вашей активности то есть если у вас есть возможность ограничивать социальные контакты например и вы никуда не торопитесь в этом смысле то есть вам не надо ни в какие поездки по работе вам не надо там работа с клиентами у вас не предстоит и прочие вещи вы можете подождать файзеровскую вакцину то есть ничего страшного в этом нет с другой стороны если вам уже сейчас нужно менять образ жизни срочно причем то есть переходить к какой-то активности то астрозенка может быть вполне себе нормальным выбором то есть нормальные альтернативы ничуть не хуже чем файзер поэтому смотрите по тем целям которые перед вами сейчас стоят спасибо большое и перед тем как следующий вопрос задать несколько объявлений и благодарим всем кто сейчас находится вместе с нами на стриме а таковых почти 1700 человек очень круто немножко мы до 2000 пока не дотягиваем надеюсь что в следующих стримах мы эту планочку тоже перевалим и напоминаю всем тем кто сейчас смотришь сделайте это если вам нравится если нет нажмите дизлайк любая активность полезна для нашего канала так что просто сделайте это как говорил известный интернет классик вам не сложно мне приятно а также подпишитесь на канал на канал лаборатория лаборатория ночных видео и не забывайте про канал антропогенез точку ру нажать на колокольчик также рекомендуется youtube будет понимать что вам подобный контент нравится будет больше вам его показывать ну а для нас это естественно развитие наших проектов это очень хорошо также можно соответственно поддержать нас материально при помощи суперчата ссылки которые имеются в чате появятся сейчас в чате она имеется также в описании ну и конечно же имеется патреон и в проект лаборатория ночных видео проекта антропогенез точку да а я еще раз хочу напомнить что мы активно готовим 15 форум ученые против мифа на самом деле он 16 потому что у нас был один форум прошлым летом без номера но тем не менее это будет 19 20 июня и среди уже так сказать подтвержденных докладов выступления алексея водовозова на тему курения так что друзья не пропустите наш июньский форум а для этого можно уже сейчас георгию соколову отправить письмо чтобы получить промо-код для ранней регистрации на форум льготный а в ближайшее время нас ждут интересное видео уже завтра в четверг на канале антропогенеза появится выступление Дениса Байгозина химика пищевого химика магазинная еда только ешки и вода доклад был очень интересным это будет завтра в субботу 8 мая в 20.00 будет стрим с Станиславом Дорбышевским и волшебником который нам печатает все черепа скелеты и прочие запчасти от древних людей динозавров древних китов прочих чудовищ сейчас вот он напечатал череп мамонта руководитель студии 3D печати артефакт павел краснов такой энтузиаст подвижник и в субботу будет с ним интересный стрим посвященный теме размножения копий палеонтологических находок а через неделю 12 мая в 19.00 у нас будет Иван Затевахин наш постоянный гость который расскажет об эволюции гиен друзья не пропустите Виталий да я тогда еще раз напомню о том что скорее всего в пятницу на канале лаборатории ночных видео также появится лекция Виталия Егорова про полеты в космос также не пропустите как я уже говорил лучше всего нажать на колокольчик тогда в общем-то вы получите уведомления и посмотрите видео в числе первых ну а самыми первыми видео всегда у нас смотрят наши патроны и спонсор канала я думаю что вы об этом тоже хорошо знаете и продолжим с вопросами следующий задает Асанали что будет если увеличить промежуток между двумя частями вакцины до 45 дней или более как мы уже выяснили ничего страшного все будет работать так же как и сейчас все будет хорошо Константин оконечников задает вопрос следующий тесты на антитела есть от разных компаний например Роше Пайзер как они отличаются как может быть выбран основной тест на антитела спасибо ну как сегодня мы можем выбрать тест на антитела это уже проанализировав чувствительность и специфичность всех тест-систем которые на рынке присутствовали и пока что таким абсолютным победителем в этом оказалась итальянская тест-система Диасарин сегодня используют лабораторию Хеликс ее начала использовать и лаборатория инвитро поменяв ее на немножечко такой провальный вариант Рошевский так что сегодня к счастью да то есть чем хороша практика что мы выясняем кто лучший на деле то есть не на словах не еще каким-нибудь там в пиар-воинах или прочих а вот именно в конкретике именно на деле и сегодня наверное это такой довольно логичный выбор использовать как раз диасариновскую тест-систему для ну скажем так максимально на сегодня возможно точного ответа по вашим антителам спасибо большое Святослав Каверин написал лабораторию ночных видео Исмайлик прислал спасибо вам огромную поддержку Алексей тут в чате просят кота показать какого-нибудь все коты как вы понимаете из окружающего пространства выдворены мне их пока что ловить не к спеху но если вдруг кто-нибудь зайдет да то кот будет доставлен если мы еще будем в эфире хорошо спасибо но мы на самом деле уже потихонечку будем заканчивать да я надеюсь а то мы уже два часа общаемся а коты это все с закатами в стрим вот пожалуйста да в мой уже стрим на самом деле неотвеченных примерно половина еще я понимаю что вопросов много но времени как вы понимаете да да ну я к тому что если Алексей будет не просить то мы организуем следующую часть постскриптума которая возможно будет называться постскриптум постскриптума по итогам ППС да ПСПС и прям каратенечко буквально на полтора вопроса если не против ответим расскажите пожалуйста в чем преимущества Чумаковской вакцины если они вообще есть ну тут сложно сказать пока что по крайней мере да потому что чтобы говорить о конкретных преимуществах именно клинических нам нужны все-таки хотя бы предварительные результаты третьей фазы а у Чумаковской вакцины она еще даже не началась то есть сейчас идет предварительный отбор кандидатов на участие кстати если кто-нибудь хочет участвовать ради бога можно это сделать у меня на странице вконтакте есть перечень центров которые принимают участие там 10 центров Москва Казань и Киров тогда мы сможем сказать что например у нее там более быстрый иммунный ответ или у нее выяснилось что там меньшее количество осложнений или менее реактогенные или еще что-то в этом роде ну вот про реактогенность наверное сейчас мы можем сказать да что действительно у добровольцев которые участвовали в первой и второй фазе да действительно очень редко встречались какие-нибудь именно реакции на эту вакцину то есть осложнений не встречалось в принципе пока что ну там не очень большие были выборки по 200 человек но с другой стороны это много ни у спутника ни у эпива короны на этих стадиях не было столько участников а здесь было по 200 человек осложнений не было вообще нежелательных явлений или так называемых няшек тяжелых не было вообще и в лучшем случае да это была болезненность месте введения и покраснение да местное даже повышение температуры встречалось крайне редко даже реже чем у спутника то есть если мы на сегодня вот та информация которая на сегодня есть мы можем сказать что каевак более комфортен в смысле того как люди его переносят обо всем остальном мы сможем сказать уже по хотя бы по предварительным результатам третьей фазы когда у нас будет что между собой сравнивать спасибо огромное я думаю что на этом мы закончим друзья я вижу что есть неотвеченные вопросы в том числе с донатами давайте сделаем так мы эти вопросы зададим в самой первую очередь просто при нашем следующем стриме я думаю что Алексей не будет ответить конечно у меня тут кот ходит я пытаюсь его подманить пока ты подманиваешь я еще раз благодарю всех если вам нравится нажмите лайк если не нравится нажмите дизлайк ну вот видите да все-таки стрим с котом так что стрим правильный получился спасибо Алексею спасибо Александру отдельно спасибо всем слушателям да всем кто нас технически также поддерживал Гоши Мариши Ксюше всем вам тоже огромное спасибо до скорого я думаю до встречи счастливо да до свидания хорошо спасибо 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 Продолжение следует...